Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы очень рады встрече, и с вами сегодня образовательный проект «Тебя, детство» и Международный институт на истории педагогики. У нас прекрасный повод для встречи. Мы отмечаем юбилей, мы начинаем отмечать замечательный юбилей, 10 лет, и Международный институт на истории педагогики второй день представляет своих предстательных экспертов, и мы говорим, конечно же, о нас, о наших детях, о педагогах и о том, каким образом будет происходить воспитание и образование наших детей. Итак, мы очень и очень рады встрече. Как мы будем работать? У нас сегодня четыре спикера, у всех у них будет по 40-45 минут. В чате вы можете задавать свои вопросы, и я буквально пару слов просто напомню о том, что мы образовательный проект «Секрет детства», у нас есть группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, пожалуйста, добавляйтесь и следите за нашей информацией. Мы очень рады сотрудничать с Международным институтом Монте-Сори-Телекологики. Пожалуйста, выключи видео. Институтом, который… Пожалуйста, коллеги. Коллеги, спасибо, что выключили микрофоны, и я очень рада представить вам основателя, руководителя этого проекта, Надежду Николаевну Смирнову. Надежда Николаевна, добрый вечер. Добрый. Так, не вижу, Надежда Николаевна, вот она, ага, все. Я здесь, да. Надежда Николаевна, ну мы работаем второй день, вопросы у нас не убавляются, и мы хотели бы, чтобы вы сейчас очень коротко сказали о главных-главных задачах, которые стоят перед вашим институтом. Ну и, кстати, я рада говорить на эту тему вместе с Олесьей Глотовой, которая является у нас директором нашего института. А сейчас мы ее пригласим, мы ее позвольте молиться. Да, я после того, как мы одновременно возникли на экране, и что прям вопрос как раз для нас двоих получился. Очень в точку, что наши вопросы очень вовремя, да. Ну я бы так сказала, что в наших ближайших планах, конечно, мы постоянно совершенствуем наши курсы, это однозначно. Мне уже даже говорят, хватит уже их улучшать, они уже и так хорошие, и дальше уже незачем, а надо заниматься чем-то еще. Вот. И второй момент, второе направление, наверное, которое для нас очень важно сейчас. Ну, кстати, про курсы я, может быть, еще одно слово скажу. Мы очень много делаем для того, чтобы наши курсы становились все доступнее, да. То есть мы делаем варианты онлайн, мы делаем варианты параллельно, мы стараемся делать онлайн, чтобы это было не просто выдача информации, а полноценное обучение с обратной связью, там, с практикой и прочими делами, да. Вот. Мы стараемся делать его модульным частями и всяко. У нас есть очень много таких вот каких-то примочек, когда каждый студент может выбрать свою собственную траекторию и своим путем в этом институте двигаться. То есть нам важно обучать людей так, как, собственно, это принято в Мотессори-методе, да. То есть не заучить и не в рамках от сих до сих, а сделать какой-то и собственный выбор и свое какое-то усилие, там, допустим, приложить или еще что-то. Второе направление, на мой взгляд, очень важное, которым мы сейчас занимаемся, это расширение методической поддержки выпускников. Оно у нас было всегда, у нас были методические пятницы, которые проходят каждую пятницу на Фейсбуке, ну, за редким исключением. И они открыты, они доступны, обсуждаем те темы, которые интересуют участников этих пятниц. У нас есть система методической поддержки для разных площадок, то есть когда наш педагог выезжает туда и там помогает. Онлайн-поддержка методическая тоже есть. И это, мне кажется, очень важно, да, потому что студент, который выпускается из курса, он не всегда сразу готов приступить к работе, вот, совершенно самостоятельно, не имея такой поддержки. А на площадке такая поддержка есть не всегда, да, то есть это необходимо им помогать, вот. Ну и, да, хотим побольше работать с родителями, наверное, тоже очень важно. Спасибо огромное. Ну, а сейчас я рада представить вам директора этого замечательного учебного заведения. Это Олеся Глотова. Олеся, у тебя такое интересное глубокое название, что я думаю, что лучше, чтобы ты произнесла его сама. И я очень рада представить вам кандидата исторических или педагогических? Исторических наук. Директора Международного института Монте-Сори педагогики Олеся Глотова. Олеся, тебе слово. Всем здравствуйте. Спасибо, Елена, за представление. Я здесь еще в одном качестве, на самом деле, не только как директор института, но и по-прежнему как и работающий педагог, и еще и руководитель площадки Монте-Сори, в которой работают Одлер группа, группа 3-6, группа 6-9. Так что, в общем, я знаю многие проблемы с разных сторон. И как лектор института, и как директор, который общается с руководителями Монте-Сори площадок, и, соответственно, и как педагог, который тоже встречается с определенными сложностями. И, собственно говоря, тема моя до сегодняшнего – разноуровневое сообщество педагогическое как средство профессионального и личностного роста педагога. Вот о чем мне хочется поговорить сегодня. А именно, почему для нас важно растить педагогов. Я регулярно слышу стон со стороны руководителей о том, что педагоги приходят не до конца готовые на площадку, и вообще стон связанный с тем, что Монте-Сори педагогов не хватает. С другой стороны, я часто встречаюсь с нашими выпускниками, и где-то с грустью и с тоской узнаю о том, что люди после небольшого времени работы или вообще не дошли до Монте-Сори площадки, не устроились в качестве Монте-Сори педагогов. И это очень обильно, потому что часто это хорошие студенты, которые себя прекрасно зарекомендовали в то время, пока не учились. Что же у нас, собственно говоря, происходит, и как эту ситуацию изменить, тем более, как мне кажется, что это прям критически важно сейчас наполнять наши площадки хорошими профессиональными Монте-Сори педагогами. Несколько лет назад я проводила опрос, наверное, уже теперь года три назад, участвовало в нем более сотни Монте-Сори педагогов, и я спрашивала, значит, какой опыт они имеют. Ну, то есть этот опрос был большой, он касался разных аспектов, но в частности, да, что он показал. Он показал, что у нас около 20% людей имеют опыт работы меньше года, и около 30% людей имеют опыт работы меньше трех лет, да, то есть 30% меньше, то есть 50% половина нашего кадрового состава на самом деле имеют очень такой небольшой опыт работы. При этом 80% опрошенных ответили, что они работают на должности ведущего Монте-Сори педагога. Это означает, что мы выпускников сразу бросаем в бой, то, что называется, под танки. И эта ситуация мне очень напомнила мой собственный первый педагогический опыт, когда я еще студентка педагогического университета, пришла работать в школу, и мне сразу дали гимназический класс и коррекционный класс, вот чтобы, так сказать, сразу человек почувствовал, что такое настоящая работа. Вот, и, ну, на самом деле, это очень грустно, потому что редкий человек, в общем-то, не сломается под таким напором. Значит, причем здесь есть еще один важный такой вот момент, он связан с такими поколическими особенностями. То есть около 50% работающих сейчас в Монте-Сори педагогов относятся к поколению игрок, а это педагоги, ну, то есть у этого поколения есть свои такие характеристики, да, тоже интересные. И, в частности, вот, например, это такая особенность, за рубежом это поколение получило название клубничное поколение, за что? За то, что они очень болезненно относятся к ошибкам собственным, относятся болезненно к критике, ну, и, так сказать, к трудностям. То есть там, где, может быть, более старшее поколение прорывалось сквозь сложности, молодым педагогам бывает, ну, реально это такая непосильная, что ли, ношень, и действительно им сложно это преодолевать, они предпочитают бросить, да, там, где не совпадают их идеальные ожидания с вотю реальностью, с действительностью. Вот, значит, ну, вот эта вот ситуация, когда у нас очень много неопытных педагогов на ведущих позициях, она приводит к чему? С одной стороны, к такому разочарованию самих педагогов, недовольству собой, недовольству работодателям, родителями, в конечном счете, детьми. С другой стороны, к дезориентации некой, да, такой, то есть мы, в принципе, не знаем, что делать. И вот в этой ситуации, когда я не знаю, что делать, педагоги скатываются к таким привычным педагогическим моделям, да, поскольку тот опыт, который был получен на курсе, он еще, ну, вот не закрепился, да, то есть он еще там существует как некий такой идеальный. Вот, но тогда, когда я оказываюсь в стрессе, да, в неком, то я прибегаю к привычным моделям. И здесь я уже прям вспоминаю те жалобы, которые есть у руководителей Монтессори-площадок, которые они приходят и говорят о том, что вот люди себя ведут так, как будто они работают в классической школе, да, в классической модели. И, собственно говоря, такой же ответ мы получаем от Монтессори-педагогов, которые говорят, да, когда я не справляюсь, тогда я начинаю использовать то, что для меня привычно. А все-таки наш собственный образовательный опыт, он связан все-таки в большей степени с классическими моделями. Ну и еще есть одна такая больная тема, связанная с тем, что люди жалуются на нехватку времени банальную, да, и это тоже связано с тем, что люди неэффективно просто используют свое рабочее время, потому что не знают, как. И, ну, соответственно, это приводит к выгоранию тоже. И вот 64% опрошенных, они говорили о чем? О том, что я думала сразу, что все пойдет идеально. Это я прям кавычу, да. Они, 64% отмечали, что трудности на начальном этапе в работе были связаны с несовпадением идеальных представлений с реальностью. И мы понимаем, что любое образование, оно связано все-таки с тем, что мы в первую очередь передаем некую такую идеальную картинку, идеальную модель того, как должно быть. Но человек приходит в конкретные условия, и он сталкивается вот с конкретной средой, с конкретными детьми, с конкретным руководителем, и у него возникает, ну, вот, да, такое несовпадение, да. И он не очень понимает, что в этой ситуации делать. То есть, ну, вот тоже как иллюстрация, 55% отметили, что слишком много времени и сил уходит на подготовку монтессории среды, монтессории материалов. Да, то есть, вот, вдуматься, да, то есть, половина, да, тех, кто пришел, приходит просто не в среду, которую необходимо еще подготовить к работе. Ну, вот, если вернуться к поколенческим особенностям, то, значит, вот молодых педагогов, да, то здесь стоит еще вспомнить о том, что для них очень важен принцип такой, вот прям сейчас, а, то есть, очень хочется быстрых результатов, и это касается и обучения тоже. То есть, многие отмечают, что не хотят учиться, но при этом они хотят, чтобы это было удобно и быстро. Значит, и ценности личного времени для себя, и вот здесь, то есть, они не готовы проводить на работе все свое свободное время, они не готовы сделать профессию, работу всем, и семьей, и хобби, как это было зачастую у предыдущего поколения, да. Значит, и это вступает в противоречие вот с тем, что столько времени уходит на подготовку к работе, да, к своей. Ну, и еще один важный момент для этого поколения, важны горизонтальные связи. Ну, вообще, мне кажется, это, в принципе, для Монте-Сори сообщества характерно. Нам, в принципе, важно чувствовать себя принадлежащими, да, к нашему сообществу, но для вот молодых педагогов это тоже вот такая поколенческая особенность, это важная для них ценность. Значит, если же говорить о Монте-Сори-площадках, то здесь тоже есть определенные особенности. Они связаны с чем? С тем, что это, как правило, небольшой коллектив. Ну, у нас не так много крупных площадок. Часто на этих площадках мы имеем одну группу тоддлеров, а грудную группу 36, одну группу 6-9. Это означает, что внутри площадки вот такие горизонтальные связи, обмен какой-то, да, мнениями, идеями построить очень тяжело. И, значит, с другой стороны, нет в штате часто методиста, да, то есть нет того, кто направит такую работу. Этой работой зачастую занимается или там наиболее опытный педагог в группе, или на площадке, или это может взять на себя такую работу сам руководитель. Значит, но, тем не менее, это зачастую, вот опять же, оказывается не совсем эффективно. Значит, ну, что, какие задачи это перед нами ставит, да? Мы понимаем, что необходима помощь и наставничеству, и педагогам, выпустившимся, да, только-только после курса, непосредственно вот как бы на площадке. С другой стороны, нам необходимо организовать эту работу так, чтобы доращивание педагога происходило достаточно быстро. В этом заинтересованный руководитель и дети, и сами педагоги, которые тоже хотят расти быстро. Ну и важно такое сетевое взаимодействие между разными площадками. Вот что в этой связи предлагает НИП, то есть что мы в этой части стараемся делать? Мы, собственно говоря, организуем такие методические, такое методическое объединение, что ли, методические встречи, в которые мы приглашаем как раз-таки разных таких педагогов с разным опытом и из разных площадок и из разных мест, да? И таким образом у нас получается, что это такой очень разновозрастной, разноуровневый коллектив, как вот разновозрастная Монте-Сори группа, в которой люди имеют разный опыт, разный какой-то бэкграунд и, соответственно, могут друг друга обогащать чем-то. Это регулярные встречи, и это тоже важно для методической работы. На таких встречах выбирается фокус для наблюдения, какой-то актуальный для всех, да? Тем самым мы вот уходим от такой распространенной проблемы на Монте-Сори площадках, когда, ну и вообще в педагогических коллективах, когда обсуждается что-то такое, что находится на поверхности, да? Вот там семья вот у них такая плохая, поэтому ребенок как-то не так концентрируется, например. Значит, в рамках обсуждения внутри вот этих встреч появляется возможность докопаться до истинных трудностей, да? Вот выявить какие-то неочевидные для педагогов трудности. Значит, здесь же обсуждаются какие-то горячие кейсы непосредственно вот из той практики, которая есть в настоящий момент. И еще, что, как мне кажется, очень важно именно для Монте-Сори педагогов, появляется возможность проведения педагогических исследований, да? То есть когда в течение какого-то длительного времени мы имеем возможность проводить исследования на какую-то конкретную тему. Ну и очень-очень важный принцип для меня, и я думаю для многих, это создание безопасной среды внутри вот такой группы. Потому что очень часто педагоги, которые приходят, да, с какими-то проблемами, стесняются говорить о том, какие реальные проблемы они испытывают. Ну, по разным причинам. У нас было как-то обсуждение, где педагог делился тем, что от него руководитель требует создать Монте-Сори группу 3-6 на 10 метрах, да? И вот она, так сказать, с таким внутренним, ну, вот видно было, чувство какой-то неполноценности, так скажем, да, об этом рассказывала. Ну, вот для нас очень важно, чтобы человек пришел, поделился теми болями, которые у него есть, и не боялся осуждения, не боялся того, что кто-то ему скажет, что, ну, он получил какое-то не такое образование или вот вообще реально этим занимается, так скажем, да? Вот. Значит, что еще хочется сказать, что вот эти методические встречи, они родились из, в общем-то, нашей такого богатого уже опыта, связанного с тем, с реализацией уже трех теперь таких проектов при поддержке фонда президентских грантов, которые мы проводили именно вот в таком сетевом и смешанном формате. Первый наш опыт был связан с обучением 800 многодетных мам, и это был колоссальный труд, колоссальный опыт набивания разнообразных ошибок, но после этого мы перестали бояться вот такой дистанционной работы с людьми. С одной стороны, да, с другой стороны, потом было два еще проекта уже непосредственно для педагогов. Вот наши коллеги, сейчас Татьяна и Яхим Датки, значит, нам оказывали поддержку как раз вот в втором нашем проекте по подготовке педагогов для работы с детьми с особенностями в развитии. И в прошлом году мы завершили большой проект, в котором участвовало около 40 площадок, 20 детских садов и 20 манты-сори-школ. Писать и читать, значит, легко, как говорить и слушать. Это был проект, в котором именно проводилось исследование, да, того, как развивается письмо и чтение у детей. Соответственно, и в группах 3-6, и в группах 6-9. Это была как раз работа с еженедельной методической поддержкой, и это было действительно очень ценно и здорово позволило, скажем так, повысить эффективность нашей работы в этих группах и вот именно в этой области. Вот поэтому, скажем так, вот после такого опыта мы реально можем сказать о том, что да, мы умеем с этим работать и умеем работать хорошо. Значит, что еще было сделано за вот это время, пока мы реализовывали эти проекты? Мы создали действительно насыщенную электронную платформу, на которой можно, скажем так, удобно работать с одной стороны, а с другой стороны это база материалов, база тех видеокейсов, например, каких-то, к которым можно обратиться, посмотреть. И это, в общем-то, делать достаточно удобно. Значит, ну и есть еще такой, так сказать, плюс, благодаря, в общем-то, нашим, ну тоже, так сказать, опыту и привлечению разнообразных экспертов к нашей работе, мы и сейчас имеем возможность обращаться к ним за помощью по запросу тех педагогов, которые участвуют вот в этом проекте. Да, и, соответственно, если нам нужны нейропсихологи, то есть мы понимаем, да, что у педагогов есть такой запрос, значит, мы обращаемся к ним. Если к нам требуются педагоги, там, с опытом работы вот в группе 6-9, там, или в группе 3-6, в каких-то там определенных областях, значит, мы можем обращаться конкретно к ним, да, то есть вот по такому вот запросу. Ну и еще хочется сказать, это, ну, как бы о таких преимуществах, которые могут получить площадки, участвовать в таком проекте, это, с одной стороны, повышение квалификации именно всей команды, да, то есть классно и здорово, и мы это приветствуем, когда участвует непосредственно не один педагог, а вот прям коллектив, да, и, значит, с одной стороны, это вот рост как бы всего этого коллектива, а с другой стороны, еще один важный плюс, такая снастройка тех педагогов, которые работают на группе, да, то есть здесь плюс в том, что они хорошо друг друга понимают, поскольку вот участвовали в одной программе, как бы в одних и тех же обсуждениях. Значит, и еще такой вот важный момент, это, конечно, что участие в таких проектах, особенно если вы о них рассказываете, то это и, в общем-то, повышает экспертный уровень площадки в глазах клиентов. Вот мне тут перед как раз тем выступлением обращалась к нашим руководителям, которые участвовали в наших проектах, и вот такой отзыв получила. Родители горды тем, что педагоги по-умному обсуждают то, что происходит с малышами. Да, это вот, так сказать, из чата, из нашей переписки. Вот, и, конечно, это тоже важно, мы все понимаем, что продвигать себя в глазах наших клиентов, это тоже, в общем, важно и нужно, этим надо заниматься. Вот такое очень быстро я постаралась рассказать о том, что мы делаем, почему важно, да, таким образом доращивать педагогов, которые выпустились после курсов. И, может быть, что-то здесь хочет добавить Надежда Николаевна, или, может быть, какие-то вопросы ко мне есть в этой связи. Надежда Николаевна, расскажите нам, пожалуйста, все-таки интересная тема – личностный рост. Я думаю, что это такая вот история, когда она не заканчивается, она происходит с нами всегда, вот как вы видите именно с точки зрения педагога вот этот вот очень тонкий процесс личностного роста? По-моему, это действительно очень сложный вопрос, непростой. И у нас очень много всегда говорится о том, что педагог, который приходит в Монте-Сори класс, прежде чем туда придет, он должен пройти некую личностную трансформацию. И вот очень хочется всегда понять, а в чем же эта личностная трансформация выражается, каким образом, за счет чего она может произойти, что должно такого случиться, чтобы она случилась с человеком. И, опять же, из нашего опыта, то, что мы видим, это действительно очень непростая тема. Просто за счет знания трансформация личностная никогда не произойдет. Это совершенно очевидно. Поэтому передавать кому-либо какую-либо информацию – это вещь бессмысленная. То, что происходит на курсе, должно быть совершенно другим процессом. То есть знания будут менять что-то в личность только тогда, когда они как-то проживаются через себя, пропускаются. Причем не просто пропускаются, что я подумала, послушала и решила. То есть вообще, я не знаю, так строго, если разобраться, личность и вот эти все личности изменения происходят на разных уровнях. Уровни чисто знаний, когда я это знаю, когда я это понимаю, когда я могу об этом говорить, когда я могу заявлять об этом, совершенно определенно рассуждать и так далее. Это хороший уровень, то есть не просто знание, но понимание и рассуждение. Но этого мало. Есть уровень поведенческий, а что я делаю, как я поступаю в том или ином случае. Есть еще уровень эмоциональный, а что я при этом испытываю. Грубо говоря, ребенок поделился с другим, это замечательно. Но сказать, что у него произошла личность трансформация, он готов делиться, не факт. Если он делится, потому что от него ждут, что это должно быть так, но ему более жалко, он на слез отдает дрожащими ручками свою игрушечку, тогда это еще не личность трансформации. Если мы говорим про педагог, то это аналогичная картинка получается. Я могу что-то делать, потому что я знаю, что так делать правильно. Меня на курсе научили, что не надо руководить ребенком, что надо идти вслед за ним, и он должен выбирать. Я чисто теоретически это знаю и оповеденчески, что я из этого делаю. Совсем как бы непонятно. Я могу ничего не делать, пусть он делает, я за ним иду. Я могу там чего-то ждать, я могу при этом злиться, что он ничего не делает. Или я могу наблюдать и радоваться тому, что у него есть какой-то собственный выбор. То есть вот единство всех этих вещей, это действительно очень непростая история. Она не происходит только на курсе, она должна обязательно происходить во взаимодействии с детьми, по-другому не бывает. То есть научить этому со стороны нельзя. А вот помочь человеку пройти этот путь, пройти рядом с ним, это можно. Поэтому мы всегда говорим, что курс – это только начало. Мы в своем курсе включили очень много кусочков практики. У нас сейчас такое чередование идет. Две недели теории, две недели практики. Две недели теории, две недели практики. То есть те, кто учится, они выходят на практику, на площадку. Там, где они могут что-то увидеть, там, где они могут взаимодействовать с детьми, там, где их могут сопровождать каким-то образом. Но и потом все равно этого недостаточно. Вот то, что сказала Олеся, мне кажется, это очень важно. Что для того, чтобы педагог, вот эта трансформация произошла, чтобы он стал полноценным педагогом, чтобы он мог занять свое место рядом с ребенком, причем не на раз и навсегда, а продолжать в этом расти, продолжать в этом меняться. Меняются дети, меняемся мир, меняемся мы. Очень важно, чтобы было вот это сообщество. Вот оно не случайно, оно разноуровневое, оно разновозрастное, точно так же, как у детей. Когда я прихожу на этой площадке, рядом со мной должны быть старшие товарищи, коллеги, которые чего-то знают и умеют, которые передают мне атмосферу, которая здесь создана. И эту атмосферу напитываюсь, двигаюсь дальше. И потом я могу передавать этот опыт младшим и точно так же заражать их своим состоянием. И брать от них то, что появляется новое в этом мире. Потому что, да, вот не случайно, Олеся говорила, другие педагоги сейчас приходят. То есть если сравнивать тех, кто приходил, даже 10 лет назад, если брать только институт, а если уж брать наши 25, то и вообще это другой мир. Это совершенно другие люди, которые по-другому настроены. Они по-другому настроены. Да, поколение, поколение. И все-таки, Надежда Николаевна, а как вы или я, например, как родители, допустим, я как руководитель, или вы как руководитель, или вы как тоже родитель, как вы поймете, что трансформация произошла? Вот это случилось. Но не будем скрывать, что есть педагоги, даже с бумажками высшей квалификации, мы знаем, это международный, а чудо не происходит. Ну вот как вы думаете? Что там на раз-два-три какие-то? Что должно быть? Что, что? Олеся, не хочешь на это вопрос ответить? Попробуй. Ну, я могу поделиться своим мыслям на этот счет. Ну, во-первых, мне кажется, что то, что касается личностной трансформации, это все-таки, опять же, личное. Оно же не зря личным называется, да? Да, и здесь у меня возникает такой этический, во-первых, вопрос, можно ли влиять на трансформацию человека, если он трансформироваться не хочется. Не хочется, да? Вот, значит, это с одной стороны. Помочь человеку осознать, что, возможно, он со своими ценностями не очень туда попал, вот это было бы хорошо. И в идеале бы это, наверное, сделать бы еще на курсе, еще до того, как он попал к детям в Монте-Сори группу. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вот если говорить о тех людях, которые приходят учиться сейчас, большинство из них не приходится сильно убеждать в том, что есть такая ценность, как свобода, есть такая ценность, как личность. Мне кажется, это поколение гораздо более монте-сорийское по своим как бы установкам, да, нежели, в общем-то, те, кто приходил. Я считаю, что они проще, да? Я думала, что с новым поколением там уже другие ценности сложные. Как, Надежда Николаевна, у вас впечатление? Они по-другому. Они действительно непонятно, они другие. Есть вещи, которые сложнее, безусловно, я согласна с тобой, Лена, да, есть вещи, которые сложнее, которые по-другому воспринимаются. Вот даже Олеся сказала, да, что они не готовы вообще всю жизнь на алтарь положить, да. У них есть своя личная жизнь, у них есть семья, у них есть свои интересы, да. И очень многие рассматривают монте-сорий-педагогику, ну, да, как часть своей жизни, может быть. И вообще совершенно не обязательно она длинная, да. Они готовы там через 5-7 лет поменять ее на что-то другое, да. Это в наше время, ну, мы сами здесь по 30 лет, не просто так сидим, да, потому что это действительно другое восприятие этих самых ценностей. Ну, вот я здесь, знаете, что хочу добавить, что вот все-таки я с высоких сфер очень часто стараюсь опуститься непосредственно вот в конкретную практику, потому что мне кажется, что основные проблемы в большей степени вот лежат там, там, где человек теряется, не знаю, куда какую тряпочку пристроить. Вот, значит, почему? Потому что вот он пришел, он нам поверил, он увидел идеальную картинку, где вот сидит его там сокурсник, да, и он идеально отработал презентацию на нем. Но он пришел потом в группу, и там он увидел конкретного ребенка, который потерял концентрацию в отличие от его сокурсника. И вот в этом моменте он сломался. И вот в этом моменте его вера дрогнула. Поэтому для того, чтобы он трансформировался, для того, чтобы он, ну, как бы, продолжал верить, да, в эту педагогику, очень важно, чтобы у него прям там получалось. Получалось вот с этим конкретным Васей. Получалось вот с этой конкретной Машей. И его очень важно поддержать именно здесь. Вот я поддерживаю, Олеча, в каком плане? Да, вот, Лена, ты себе спрашиваешь про личность трансформации, случилась она или не случилась. Но, во-первых, увидеть это действительно можно и по глазам человека, как они горят по его эмоциям, какие он испытывает эмоции. Вот не случайно один из руководителей, с которыми мы разговариваем, когда отбирает кандидата на должность педагога к себе в школу. Первое, что он делает, да, дает ему понаблюдать за детьми и просит рассказать, а что ты увидел, какие чувства ты испытал, когда ты на это смотрел. Да, и это во многом показательно, да, что я чувствую, да, не просто, что я об этом думаю, не как я это анализирую, а что я чувствую, глядя вот на то, что здесь происходит. Но с другой стороны, вот когда мы говорим легче или сложнее с нынешним поколением, вот как раз по поводу личностной трансформации, мне кажется, с ними проще. Тут я с Олесей полностью согласна, да. То есть в наше время вот эта вот привычка к тому, что должно быть вот так и вот так и вот так, а по-другому это как это, да, и почему это, а как же я им позволю, да, ну и так далее. Ты сама знаешь все эти вещи, да, прекрасно. Сейчас с этим проще, да, с верой в ребенка проще, да, с готовностью как бы ему доверять, с готовностью идти за ним и понимать ту ценность, которая в ребенке заложена и тот потенциал, который есть и который мы помогаем проявить. А да, но они наталкиваются на простые трудности, с которыми мы в свое время легко справлялись, и для нас-то это казалось мелочью. Да, вот нет тряпочки, вот там нужно где-то закупить материал, вот там что-то не так, ко мне там где-то отнеслись или мне не хватило времени и нужно ночь посидеть, чтобы что-то сделать. А современные, но молодые педагоги, они часто на этом ломаются. Спасибо огромное. У нас регламент. Мне всегда очень нравится и общаться, и дискутировать. С Надеждой Николаевной я ее очень люблю. Друзья, коллеги, вы знаете, нам очень важно узнать, откуда вы. Мы так спешно начали, так хотим с вами поделиться своим сокровенным. Пожалуйста, напишите, откуда вы. Если вы родитель, поставьте букву «Р», а если вы педагог, поставьте «П». И с каким возрастом вы работаете, до трех или после трех лет. Нам это тоже очень важно и очень интересно. Если вы руководитель, напишите, что вы руководитель. Ну, Надежда Николаевна, мы еще не прощаемся. У нас еще что-то впереди. Спасибо огромное, друзья. Ну, а я напоминаю вам, что сегодня у нас замечательный повод, и мы сегодня общаемся с великолепным институтом Монтесуаре педагогики. У нас блистательные эксперты. Вот, наконец-то, мне удалось вывести программу. Я ее старательно красиво делала. У нас четыре блистательных эксперта, которые сотрудничают с МИМПом. И с вами я, образовательный проект «Секрет детства». И мы очень рады представить вам нашего следующего спикера. Я знаю этот центр очень давно. Это Монтесуаре-центр «Фонарик». Это место Монтесуаре силы, безусловно. Очень энергетичное, очень, хочется сказать, симпатичное, но этого мало. Оно по-настоящему такое вот глубинное. И там работают замечательные люди. Я очень рада, что сегодня у нас выступает руководитель этого прекрасного сообщества Татьяна Сервианова. И мы будем говорить о подготовленном взрослом, о том, чем отличается родитель от педагога. Танечка, добрый вечер. Как вы участие? Добрый вечер. Рада всех приветствовать. Хочу поздравить наш институт с юбилеем. Я знаю всю историю и создания института, и всего того, что было до того. То есть это очень долгий путь. И сегодняшняя моя тема, она прям как бы перекликается с тем, что говорили сейчас Оксана, ой, Олеся и Надежда Николаевна про роль взрослого. Ну, в данном случае мы говорили только о педагоге. А я буду говорить еще и о роли родителя. Я думаю, что ни для кого не секрет, что родитель на сегодняшний день вот как раз о новом поколении, о современном поколении, конечно, совершенно другой. И я бы сказала, что во многом это более профессиональный родитель. По крайней мере, большинство мам, с которыми я сталкиваюсь, очень глубоко пытаются вникнуть в вопросы воспитания, развития ребенка. Мы очень часто рекомендуем пойти на курсы нашим родителям, и какая-то часть из них даже идет на профессиональные курсы вот в наш институт, как минимум на установочный курс, чтобы лучше понимать своего ребенка, совершенно не собираясь становиться Монте-Сори педагогом. То есть это поколение людей, которые готовы получать профессиональное образование достаточно глубокое образование просто для того, чтобы быть компетентными. Я считаю, что это прям большая заслуга современного поколения, именно стремление к профессионализму, к глубине. Вот если посмотреть, что из себя представляет наш установочный курс, мы знакомим с общими основами, рассказываем о возрастной психологии, первонаперво рассказываем о самих принципах Монте-Сори. То есть если родитель приходит на такой курс, он знакомится с возрастной психологией достаточно глубоко, и это здорово. Он знакомится с синдетивными периодами, разбирается, что они из себя представляют, какие периоды затрагивают, что надо делать в этот период, как создать максимально благоприятные условия для того, чтобы ребенок действительно вовремя, полноценно развивался. Мы учим главному нашему инструменту наблюдению. И на установочном курсе родитель может получить и такие компетенции. Научиться наблюдать, научиться действительно видеть то, что происходит с ребенком. Не просто додумать с первых его слов, как иногда можно слышать. Ребенок еще только там бровью повел, а мама уже ему грозным голосом говорит, даже не думай, даже не смей. Вот получая Монте-Сориообразование, родитель, безусловно, меняет позицию. Он действительно начинает сдерживать свою спешку с выводами, а начинает смотреть глубоко и открыто. Вот открытое наблюдение, внимание просто к тому, что происходит. А выводы потом, анализ потом. И этому тоже учится родитель на таком курсе. Безусловно, мы говорим и о приятии ребенка, о понимании того, что у всех есть свои особенности, свои какие-то неподражаемые индивидуальные особенности. И уметь принимать человека таким, какой он есть, понимать, что у каждого свой путь, свои дороги, тоже родитель может вот на таком курсе принять и осознать вот такой подход. Такую доктрину. То есть очень многому родитель обучается на таком курсе. И возникает вопрос, что, собственно, если мы предлагаем родителям идти на курс, то получается мы им как бы навязываем роль педагога. И у родителей тоже часто возникает идея, особенно вот у таких активных, вдумчивых, много чего познающих, у родителей часто возникает идея, что я сейчас создам чуть ли не идеальный Монте-Сори аналог у себя дома. То есть я тоже создам пространство, у меня будет масса полочек с подносиками, с упражнениями и всем прочим, с тем, чтобы дать ребенку как можно больше всего, как говорится, в изобилии. Но наша цель как раз глубоко развести позицию педагога и позицию родителя. И даже высокопрофессиональный педагог, приходя домой к своим детям, должен в корне менять свои позиции, свое отношение. Вот давайте посмотрим, в чем же есть такое отличие. Очень хорошо, когда взрослый действительно подготовлен, вооружен знаниями, умеет определенными там приемами, навыками, активным слушанием, хорошо разбирается в возрастной психологии, может определить вот текущие задачи ребенка. Но в чем отличие позиции педагога и позиции родителя? Педагог в классе работает с целым классом. И, соответственно, он достаточно занят для каждого отдельного ребенка. То есть он не может уделить много времени конкретно одному ребенку. Даже если он дает презентацию, это будет 10, максимум 15 минут. Все. Родитель, он уже может как раз уделить ребенку гораздо больше времени. То есть педагог в классе не может сидеть и читать целый час книгу ребенку, а родитель дома, пожалуйста, может обняться со своим малышом и с удовольствием читать захлеб большое какое-нибудь произведение. Педагог в классе всегда включен в происходящее. То есть в целом дети в классе, они всегда под, ну, таким, скажем, не то чтобы пристальным, но под присмотром. Даже если педагог ушел давать презентацию, значит, второй взрослый будет обязательно мониторить, отслеживать, что происходит в классе. Будет, возможно, там где-то вмешиваться, где-то корректировать ситуацию. А вот дома замечательная ситуация. Взрослый не всегда может быть в позиции наблюдателя. И это здорово. Он и не должен быть постоянным, так сказать, надсмотрщиком. Дома у ребенка появляется возможность просто быть предоставленным самим себе абсолютно без какого бы то ни было управления со стороны взрослого. И это очень важно и здорово. То есть педагог и родители совершенно по-разному себя ведут. В чем еще есть отличие? Педагог в классе выстраивает среду под всех детей, находящихся в этом классе. То есть под всю группу. Да, есть очень важная позиция у педагога – актуализация среды. То есть создание максимально благоприятных условий для всех, входящих в эту группу. Но он не может действительно очень тонко настроить среду для каждого отдельного ребенка. Ну, чтобы было понятно, о чем я говорю. Например, в группе после обеда остаются какие-то кусочки, остаются ломтики хлеба. И они отправляются, например, в упражнение. То есть во время свободной работы любой ребенок может взять это упражнение, нарезать на кусочки хлеб, положить на противень и отправить в духовку. То есть сделать сухари. Но приходит в группу ребенок, у которого категорический запрет есть все мучное. Там безглютеновая диета, ну и все прелести, которые на сегодняшний день часто встречаются. И педагог, понимая, что вся группа уже как бы заточена на это упражнение, это вот уже некий ритуал, это упражнение постоянно присутствует, он, конечно, делает выбор в сторону, в пользу массы. То есть он оставляет это упражнение и всячески объясняет ребенку, что ну ты помнишь, что тебе это нельзя. Ты можешь делать сухари, но ты их не можешь есть. И здесь есть некий такой и положительный, и отрицательный момент. То есть ребенку постоянно нужно преодолевать. Особенно если у него все-таки есть потребность, он очень хочет, но ему нельзя. И он все время, во-первых, в зоне постоянного надзора, чтобы он случайно не улучшил минутку и не съел этот сухарик. И, соответственно, получается, что он в постоянных ограничениях дополнительных. Дома у родителя, безусловно, есть возможность сделать среду более индивидуальной. Для ребенка учесть все его особенности. И, конечно, дома ни один нормальный родитель не будет истеваться над малышом, как бы на его глазах, приготовляя всякие сухарики, поедая их и не позволяя ему их есть. Ну и так далее. То есть много всяких нюансов, которые дома можно сделать с большим учетом конкретно вот этого ребенка. То есть большей гибкости. То же самое касается режимных моментов. То есть группа обычно живет по вполне определенным и временным рамкам, и хронологическим. И они довольно четкие, они довольно жесткие. То есть если вся группа уходит на прогулку, значит, тебе нужно тоже все оставить, собраться и идти на прогулку. Ну, конечно, по-разному бывают выстроены процессы. В некоторых группах удается этого избежать. Но, тем не менее, в основном из того, что я вижу, наблюдаю, режимные моменты, они все-таки диктуют определенные ограничения. Что касается домашних условий, здесь тоже больше гибкости. При этом я не говорю, что дома нет режима. Боже упаси. Понятно, что у некоторых детей режима нет, и результаты, мы видим, весьма плачевные. Режим, конечно, нужен. Но сдвижки по времени дома, они не столь принципиальны. То есть пошел он мыться на полчаса позже или раньше, не будет так критично, как для группы. И, соответственно, здесь тоже есть больше гибкости и меньше некой жесткости по отношению к ребенку. О чем бы я еще сказала? Вот о тактильном контакте очень хочу сказать, потому что есть дети с высоким уровнем потребности в таком телесном контакте. И педагог в группе, конечно же, не оттолкнет ребенка, но и не будет слишком активно поддерживать тактильный контакт. То есть если ребенок бросается обниматься, педагог может даже и приобнимет его в ответ. Но тискаться с ребенком он точно не будет в рамках группы, в рамках занятия. А родитель дома, да пожалуйста, по-хорошему, если у ребенка есть такая потребность, с ним можно и побороться, и поваляться, и потискаться, и обниматься. И на этом плане тоже совершенно разные позиции. Хотя и один, и другой взрослый прекрасно понимает там все нормы и правила. Что касается правил. Вот опять же, правила это опора-опор. Это то, что нам позволяет лучше ориентироваться, высвобождает массу сил. Мы даже знаем про синдитивный период, порядка, когда ребенку прямо крайне важно. Соблюдение правил, разобраться в них. И важно не просто самому соблюдать, ему очень важно, чтобы все эти правила соблюдали. И вот тут тоже несколько разные позиции. Правила группы, они коллективные во многом. Они в чем-то универсальны и хорошо применимы дома, но они совершенно по-разному применяются. Они, вернее, по-разному озвучиваются. Сама суть остается той же, ты что-то просыпал или пролил, убери за собой. Но в группе и дома они могут несколько отличаться, то есть учитывают свои нюансы. И домашние правила, они более индивидуализированы. Они учитывают прям какие-то особенности самого ребенка. Они учитывают ту сферу интересов, в которой он в данный момент пребывает. И они должны быть подстроены именно под ребенка. То есть в группе они более универсальны. Дома они индивидуализированы от самого малыша. И, безусловно, сама позиция педагог, он как бы для всех, а мама для меня. И в этом очень большая разница в позициях. Так как я проработала очень много лет и в качестве педагога, и в качестве руководителя, я, конечно, видела очень много ситуаций, когда именно педагогу было очень тяжело развести вот эти позиции педагога и родителя. Самый тяжелый случай, конечно, когда в свою группу педагог берет ребенка, то есть работа со своим ребенком в классе – это крайне тяжелая травматичная ситуация как для самого педагога-родителя, так и для ребенка. Потому что невозможно одновременно находиться и в роли педагога, и в роли родителя. А для ребенка это непонятно абсолютно. То есть малыш не может понять, почему мама вот сейчас ведет себя таким образом, а приходя домой, готова переключаться и вести себя по-другому. А еще тяжелее, если она, приходя домой, не переключается, а остается в позиции педагога непрерывно. То есть вот моя задача – донести вот эту идею, что роли в чем-то похожи, но крайне разные. И для ребенка, конечно, прям важно взаимодействовать со взрослым вот из этих разных ролей. И мама нужна обязательно. Близкий, родной человек, с которым можно себя вести не по всем правилам, который поймет, приласкает, приголубит и не будет сердиться, или наоборот рассердится, но объяснит, почему. Мама обязательно должна быть мамой. И здесь как раз у нас остается немножко времени. Я хочу предложить вот эту тему для, даже не то, что обсуждения, хотя обсуждение, надеюсь, сейчас возникнет, а для дать поле для возможности поделиться своим опытом, своим мнением на эту тему. Готова к вашим вопросам и обсуждениям. Я правильно понимаю, Тань, как будто вы просто включились именно с вопросами живьем. Ты вот это так или может быть так в чате? Я просто не читала чат, есть ли там какие-то вопросы. Если нет, да, я думаю, что эта тема настолько животрепещая, что дать возможность обратной связи тоже очень важно. Коллеги, значит, присоединяйтесь, включайтесь, если вы хотите задать вопрос. У нас сегодня блистательный руководитель, великолепный мультсорий школы, площадки. Тань, два слова расскажи, пожалуйста, напомни, что у тебя сейчас. Они находятся в очень уютном таком старинном, я бы сказала, доме. У вас группы 0,3, 3,6. Школа есть у вас сейчас? У нас есть группа с родителями, есть две группы Тоддлер. Достраивается вторая группа 3,6, то есть одна уже давно работает, вторая сейчас вот должна открыться. И есть школа до 6,9, 9,12. И школа есть, ну, замечательно. Сколько всего детей у вас на площадке? В общей сложности, ну, понятно, что цифра немножко варьируется за счет вот малышей, групп с мамой, она немножко плавающая. Ну, в целом, в целом, так, 25, 25, 12, 12. Значит, ну, порядка 100-120 человек. Около 100, да, замечательно. Скажи, а как ты относишься к тому, что родители, наверняка есть такой опыт у тебя, да, родители становятся педагогами? Это как? Да, такой опыт есть. И я почему и говорю, что действительно часто наблюдала, как тяжело взрослому разделять вот эти роли педагога и родителя. Мы вывели в какой-то момент прям строгое правило, что родитель со своим ребенком не работает в группе. Особенно чем младше ребенок, тем строже... Строже правило, да? Да. Скажем, ну, даже в школе все равно это тяжело. Но в дошкольном периоде это особо тяжело, потому что ребенок, конечно, еще не может вот так глубоко осознать, что, ну, мама же сейчас в другой роли. Для него еще непонятно вот это различие ролей. Если школьник, он еще может понять, ну, мы в классе, мы там ведем себя по-другому. Но для ребенка младше, там, 5-6 лет, это даже непонятно. Это травматично для ребенка, да? Да, очень травматично. В результате получаются и истерики, и непонимание вообще, почему мама вот такая. Но в какой-то момент даже ставили не просто задачи, что ходят в разные... Понятно, что у сотрудников дети ходят тоже в наш центр. Но по возможности мы даже разводили территориально. То есть когда у нас было два филиала, у нас было правило, что ребенок ходит в один филиал, родители работают во втором филиале. Даже на этом уровне, чтобы дети не пересекались с родителем во время там каких-то режимных моментов. То есть он идет на прогулку, по дороге встретил маму, все, давай я на ней повисну. Ирина спрашивает, а если сложилась такая ситуация, что ребенок находится в группе с мамой, которая в роли педагога, как создать более комфортные и менее травматичные условия для ребенка? Какой возраст ребенка? Ирина, напишите возраст ребенка. Я могу сказать в общих чертах как-то. Если это группа с родителями, ребенок немножко меньше чувствует вот эту разность позиции, хотя все равно чувствует. Меньше чувствует, потому что как бы все при своих родителях, ребенок тоже при родителе, который почему-то активнее общается с другими детьми. Если при этом не возникает вот этой вот малышковой ревности, то хода бедна, все равно это будет менее качественная работа, более такое слабое включение именно в педагогическую позицию. Татьяна, Ирина пишет 5 лет ребенку. Вот. С пятилеткой, ну, о чем-то можно уже договариваться, но я бы вот прям, я могу сказать, категорически не рекомендую работать вот с детьми в таком возрасте, в одной группе. Ну, в крайней части. Можно все разные возможности, да, использовать для того, чтобы... Я понимаю, что такое бывает. Значит, родителю нужно очень подробно и постоянно ребенку проговаривать, прояснять, почему я вот сейчас действовала вот так. Вот прямо, что называется, стать заговорщиками, что мы-то с тобой знаем, что мы сейчас вот в такой роли. Я сейчас прихожу в класс, и я выступаю в такой роли. Ну, Ирина добавляет, что ребенок с 3,5 лет в группе, и периодически идут истерики. Да, то есть... Можно я свои три копеечки сюда вставлю, да? Уже в роли психолога, можно сказать. Вот я обычно говорю так, что если мама является учителем в классе у ребенка, то это значит, что у ребенка нет ни мамы, ни учителя. И пожалейте ребенка. Вот, я прям поддерживаю. Ни ту, ни другую роль она не сможет исполнить по отношению к своему ребенку. И это жестоко, просто жестоко. И ценность мотессори-группы, она не перекрывает этой жестокости. Нет у вас другой мотессори-группы, куда вы хотите отдать ребенка? Отдайте лучше в хороший обычный детский сад. Вот честное слово, это настолько... Я не видела ни разу, чтобы это происходило для ребенка безболезненно. Вот никогда. Я придерживаюсь, почему у нас и появилось, что даже площадки мы разводим. По возможности, даже территориально разводим, чтобы не травмировать детей. Потому что и родитель начинает нервничать и вести себя неадекватно. Особенно в момент, когда ребенок истерит, пытается поместить родители. Антон спрашивает такой вопрос. Если дети в группе во время одеваний хотят обниматься, это допустимо? Почему бы и нет? Другой вопрос. Здесь, наверное, как сказать, вот если просто можно ли обниматься, конечно, можно. Нужно? Я бы только сказала, нужно. Обнимаешь их, да? Помним, что это должно быть не менее. Да, я думаю, что вопрос, наверное, все-таки про другое. Про то, что одевание затягивается на часы. И, собственно говоря, выход на прогулку не то что не задерживается, он может даже не происходит. Дети там очень отвлекаются. И здесь надо не про обнимание говорить. Обниматься – это все прекрасно. А вот про те самые временные некие регламенты и содействие, в общем, пониманию, что сейчас мы занимаемся вполне определенно. А я бы понаблюдала за детьми ребенок, который тянется к обнимашкам, значит, ему не хватает тактильных контактов, ему чего-то не хватает. И бог с ними, с режимными моментами. Мне кажется, педагогу и психологу, если он там рядом, надо посмотреть, что происходит с ребенком. Обязательно посмотреть, понаблюдать за мамой, потому что ребенок дает нам сигнал. И если ребенок хочет этого тактильного контакта, а что-то он еще, может быть, хочет. А может быть, у него там, я не знаю, он оральный там все пробует. Но там очень много-много нюансов. Поэтому следуем за ребенком. Извиняюсь, что я... Очень хорошо. Я и согласна, и не согласна. Почему меня пугают такие, ну, как бы, ответы? То, что за ребенком надо, вообще за детьми надо наблюдать, но мы только на этом и живем, как говорится. То есть действительно все проявления мы пытаемся анализировать. А почему вот именно так происходит? Но я вижу очень много, вот как раз у начинающих педагогов, опять вот вспоминая начало нашей сегодняшней встречи. У начинающих педагогов очень часто происходит подмена понятий. И размывается вот это понимание, ну, как сказать, границ, что ли. То есть ребенок вот этими обниманиями, возможно, просто всячески разрушает все границы. Вот сейчас надо одеваться, а я буду обниматься. И вообще буду играться, бегать, там, лазить по комплексу, чего угодно. То есть обнимание – это вот один из вариантов. Я считаю, что здесь, скорее всего, вопрос про то, что ребенок просто игнорирует какие-то режимные моменты и проверяет границы. И в этой ситуации очень важно понять, что происходит. Реально такая большая потребность по обниматься или проверка границ? Проверка педагога. Мы же не можем заочно понять, да, Антон, вашу проблему. Тут нужно смотреть, исходя из контекста. Действительно, он пробует границы. Он не хочет шнуровать свой ботинок, потому что он не на липучках ботинок дала, а на шнуровке. И тянет это. То есть это все очень индивидуально. Нужно смотреть, исходить. Да, просто меня немножко насторожила вот эта реакция, что раз обнимается, значит, надо, пусть обнимается. Надо посмотреть, почему он это делает. Ну, я знаю, мне кажется, сразу надо вахарку, а потом уже остальные моменты. Так, Антон, этот ребенок, который очень часто хочет обниматься, снизилась концентрация внимания, часто пытается ухватить что-то с полки тайком, бросить, что-то взять с полки тайком, бросить, что-то бросить, хотя раньше все было отлично. Танечка, твой ответ. Опять же, ну, понятно, что не видя ребенка, сложно сказать, но из того, что пишется или говорится, я осмелюсь предположить, что ребенок сейчас требует повышенного внимания. То есть он пытается привлечь внимание к своей персоне. Возможно, ему действительно нужно больше тактильных каких-то контактов. Опять же, посмотреть, что можно для этого сделать. И, тем не менее, опять про проверку границ. Очень похоже, там, тайком что-то взять, что-то скинуть с полки, проверка границ. И, возможно, еще скинуть ответствие среды. Возможно. То есть ребенок просто не понимает, чего в этом пространстве делать и начинает, что называется, вот так вот дурить. Знаете, я хочу еще одну сторону медали здесь показать. Вот когда мы переводили американские нормы, да, то есть как оценить качество работы мотессори-группы, там один из пунктов был, который нас тогда вообще шокировал, честно скажу. Там пункт был очень категоричный. Учитель никогда не прикасается к ребенку. Но он слишком категоричный. Да, вот я про это тоже самое хочу сказать. Но эта сторона медали, она тоже существует, да. Просто мы говорим, это на самом деле не ответ Антону абсолютно, потому что в данном случае именно ребенок, да, хочет обниматься, и он пристает буквально со своими обнимашками. Вот. Наше право прикасаться к ребенку, наш телесный контакт, нужен ли он нам? Мы иногда этим злоупотребляем, да. И готовы приобнять ребенка даже тогда, когда, вообще говоря, ему это абсолютно не нужно. В ситуации, когда другого взрослого мы бы не решились приобнимать, да. Ну да, пойти по головке погладить мимохода. Ребенок сам показывает желание обниматься. Не мы же его обнимаем. Он тянет. Может, он не взрослого обнимает. Ну, я сейчас и говорю, что я с другой стороны совсем зашла. Это вот не про случай Антона абсолютно. Это случай совершенно другой. Вот. Но ситуация, что у ребенка может быть не просто не быть границ, а что ребенку, вообще говоря, где-то нужны просто социальные нормы. Что иногда не знает и не понимает, как выразить какие-то, может быть, свои чувства. И это тоже есть дети, которые вот именно с этим. Они виснут на взрослых. Они там и кусают, и целуют, и там еще что-то в этом смысле делают. И опять, не столько из-за того, что им нужен телесный контакт. А они, у них нет другого, да. У них мало других способов этих контактов. Я думаю, что это тоже не случай Антона. Это что-то другое, да. Ну, просто как дополнение к теме. Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, у нас еще есть несколько минут. Но вот в дополнение к тому, что вот сказала Надежда Николаевна, я-то училась в Америке, и я хочу сказать, что у них там вот эти правила, в том числе и про телесные контакты, они в разных штатах разные. И вот эти нормы, они в разных штатах, абсолютно есть штаты, в которых детей нельзя поднимать выше первого этажа. Когда они узнают, что у нас в России детские сады, там в два этажа, они говорят, как? Как это, значит, как такое может быть? То есть разные особенности бывают. Но мне кажется, все-таки исходить от потребности ребенка и обязательно обращаться к семье. Поговорить с родителем, посмотреть с мамой, что происходит, как у них там с границами, да, Татьяна? Татьяна, расскажи, а как вы родителями, очень коротко, понятно, что это огромная тема для ни одного, может быть, вебинара, все-таки вот что у вас действенное для работы с родителями? Как вы их помогаете, как вы их просвещаете? Работа с родителями, конечно, это прям действительно огромный пласт. Розови три самых действенных на вашей площадке, потому что я знаю, что у вас как-то работа ведется классно. Самых три самых действенных инструмента, потому что у нас времени не очень много. Самые действенные инструменты, это вот самое первое, это, конечно, группа с родителем. Группа с родителями – это то место, где можно давать очень точечные, прям прицельные рекомендации по отношению к конкретному ребенку. Ты имеешь в виду группа с мамой, вот это? Группа с родителем, да, группа с мамой – это место, где у родителя есть возможность получать очень высокоточные рекомендации, потому что все остальное, вот сейчас на просторах интернета, какую хочешь информацию прочитаешь, но ты читаешь что-то общее, безликое, ну то есть там целуйте ребенка столько-то раз в день, да, или там делайте то-то, делайте еще что-то. А когда мама с ребенком находится в подготовленной среде, педагог может очень точно, вот прям конкретно, что вот в этой ситуации лучше реагировать так. А вот в этой ситуации, вы знаете, что вот, ну вот, очень часто у родителей прям другое представление, что ребенок там просто балуется, или он там пытается меня довести. Ребенок просто показывает, что ему надо, да, и вот когда здесь есть педагог, он очень точечно объясняет, рекомендует, помогает увидеть самого ребенка, и дает вот, соответственно, точечные рекомендации. Если это не группа с мамой, то мы очень активно используем индивидуальное консультирование. То есть как только педагоги видят, что у ребенка есть какой-то откат, или какие-то проявления появились, то родитель приглашается на индивидуальную беседу. И это тоже очень хорошо, потому что, во-первых, родители имеют вот такую поддержку. Это не вызов на ковер, что называется, ваш ребенок теперь вот шалит. А вот он начал кусаться, давайте подумаем, что на это повлияло, там, обсудим, что происходит дома. Ну, опять же, это индивидуальная, такая личная встреча, беседа и консультация. Без всяких инцидентов и поводов специальных замечательно работают плановые срезовые встречи. Ну, то есть вот когда два-три раза в год педагог просто планово приглашает семью на беседу. Вот просто обсудить, что сейчас с ребенком. То есть не надо ждать, когда возникнет обязательно какая-то проблема. Поэтому у нас есть плановые встречи, которые происходят минимум два раза в год. Это в группах, где уже без родителей. И есть внеплановые встречи, если все-таки возникла проблема, и не надо ждать плановой встречи, а встретимся пораньше и все обсудим. Еще замечательное поле для работы с родителями это какие-то образовательные мероприятия, когда мы там понимаем, что вот тема волнует многих родителей, приглашаем, либо сами готовим какое-то выступление, доклад, либо приглашаем эксперта. То есть вот обнаружили, что вот в группе с родителями там очень часто возникает вопрос по грудному вскармливанию, по отлучению от груди. Отлично, видим, что тема вот в данный момент ряду родителей очень актуальна. Нашли консультанта по грудному вскармливанию, организовали небольшой семинар на эту тему. То есть вот такая практика очень хороша. Ну и так получилось, что вот как раз накануне нашей конференции мы еще делаем большие образовательные события. Делаем конференции именно для родителей. Образовательное поле, где можно прийти и на разные темы по разным возрастам найти интересного лектора, докладчика, послушать. Вот в этом году наша конференция посвящена ресурсному состоянию родителей. Вот мне как раз очень созвучна моя сегодняшняя тема с темой нашей конференции, вот фонариковской. Это то, что помогает родителю оставаться в ресурсе и быть, соответственно, таким вот счастливым, эффективным родителем. Это и знание о ребенке, это и понимание себя, это и позволение себе чего-то еще, кроме родительства. Ну, то есть не только я вот сейчас раб своего ребенка. И, безусловно, вот такие большие образовательные события, они тоже хорошо поддерживают родителя как раз вот в этой позиции родительской. Можно я тогда тоже еще добавлю, что когда я из родителя превратилась в педагога, мне пришлось просто создавать центр, мне настолько уже, я устала рассказывать одно и то же родителям много-много-много раз, и я написала книгу. И это тоже очень здорово. Третье переиздание, да, вот, и я, просто мне пишут сейчас, спасибо огромное, купить экземпляр книги, библиотечку, вот, любой площадки, это просто подспорье, чтобы вам за 10 минут не рассказывать преимущества системы Монте-Сори, вы даете человеку книгу и читают даже папу. У меня один папа пришел, я первый раз в жизни прочитал книгу о воспитании. Вот, поэтому пишите с дарственной надписью, как бы мы вам ее пришлем, и имейте, книг хороших много на самом деле, я просто рекомендую свою, конечно, вот, книг хороших много, делайте хорошую библиотеку. Да, Татьяна? Библиотека, прекрасно. Кстати, вот точно так же, устав постоянно рассказывать одно и то же, Елена Сергеевна Баканова, наш психолог, тоже в какой-то момент стала писать книги, и они пользуются большой популярностью, потому что, ну, правда, отвечают на самые животрепещущие вопросы. Да, и на вашей площадке обязательно создавайте такой вот уголок обмена книг, пусть родители что-то приносят, вы обязательно рекомендуете. На самом деле, это очень и очень ресурсно, это очень и очень помогает вам в работе с родителями. Хорошо, дорогие коллеги, ну что, спасибо огромное, мы благодарим Татьяну, Татьяну Сервианову, руководителя прекрасного школы, центра, фонарик с очень теплым, очень светлым названием фонарик, и надеемся, Татьяна, мы пойдем на вашу конференцию, на родительскую, она будет в марте, вы тоже приглашаете, Татьяну, и родители ведь могут... Конечно, приглашаю, пожалуйста, всегда. Да, родители вашего центра, вы сбросите информацию в чат, да, и мы с удовольствием тоже поделимся, потому что мы делимся хорошими, важной информацией. Друзья, очень рады видеть, в чате вы написали, у нас коллеги из Кыргызстана, Казахстана, Белоруссии, Украины. Россия представлена от Калининграда до Ханты-Мансийского округа. Потрясающе. Спасибо вам, что вы с нами, разные часовые пояса, разное время, и тем не менее, вы находите возможность, чтобы с нами пообщаться, с нами поговорить, обсудить важные, актуальные вопросы. Но у нас... Лен, извини, пожалуйста, можно секундочку? Просто в чате есть вопрос. Как узнать, есть ли курс для родителей по возрасту 6.9? Вот, я просто хочу тоже немножко анонсировать. Олеся рассказывала, что у нас был курс для 800 многодетных мам, и там были задеты разные возраста, но больше был, конечно, дошкольный возраст. И что мы сейчас на базе этого курса делаем новый курс для родителей, не обязательно многодетных, а самых разных, и не с целью, чтобы они могли создавать домашний Монте-Сори сад, потому что там-то была именно такая цель, а просто для родителей, которые воспитывают своих детей, которым нравится Монте-Сори подход, и что и как они могут делать дома. Там возраст 6-9 тоже будет. Мы планируем, что мы этот курс запустим к сентябрю. Ну, супер. Ну, здорово. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну, а мы продолжаем с вами. И напоминаю вам, что с вами образовательный проект «Секрет детства». Мы сегодня собрались по замечательному поводу. У нас прекрасный повод пообщаться и поговорить с нашими замечательными коллегами. Я надеюсь, что вы знаете наш проект, добавляетесь в наши группы, добавляетесь в наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Ну, а мне очень приятно представить вам наших следующих участников. И согласно расписанию, это великолепная пара наших блистательных экспертов. Сейчас я выведу расписание, чтобы мы увидели название их лекции. «Татьяна и Ахим Датке» это «Готовность педагога понимать и принимать индивидуальность каждого ребенка». Мы приглашаем наших коллег, гостей. Татьяна и Ахим. Да, добрый вечер. Вы здесь? Да, супер. Вас видно, слышно, да. Прекрасно. Мне зачитать ваши регалии, или, может быть, все-таки давайте вы начнем с того, что вы немножечко расскажете о себе. Многие очень знают вас, но мы будем рады услышать еще. Педагоги Ани 36612. Вы работники, сотрудники фонда Хильбрюки. Татьяна, ну, очень коротко расскажите, чтобы... Значит, мы, скажем так, семейная пара, который много лет занимается Монте-Сори-педагогикой. Прекрасно. У нас, скажем, мы учились у фрау Рот, Ахим учился в Вашингтоне, получала школьное образование. Я получала школьное образование уже в Мюнхене. Мы работаем как с детьми, так и со взрослыми. То есть в Мюнхене идет курс по инклюзивной Монте-Сори-педагогике или лечебной Монте-Сори-педагогике. Им руководит Яхим. Также я работаю в детском саду. Вернее, это детский комплекс. У нас есть дети с полутора лет до 12. Это дети с особенностями развития? Это фонд Хельбрюге? Да, это фонд Хельбрюге. У нас дети разные. Назовем их так. Ну, здорово. Ну, и отлично. Сегодня тема про индивидуальность каждого ребенка. Мы с нетерпением будем рады услышать вас. Давайте тогда начинать. Значит, так как мы очень часто работаем вдвоем, мы презентацию будем делать тоже вдвоем. Отлично. Да, все видно шикарно. Прекрасно. Я просто вчера тоже уже испытала то, что не шло ничего. И нашу презентацию мы тоже будем делать вдвоем. Так как мы, скажем так, мы приветствуем вас из Мюнхена. У нас на улице плохая погода, идет дождик, но мы здесь и очень радуемся, радуемся тому, что мы можем принимать участие в этой конференции, потому что для нас это как бы маленький мостик между Германией и Россией. И так как я видела там люди из Казахстана, Белоруссии, настолько приятно видеть, слышать людей из разных стран, те, которые занимаются одним и тем же делом. И наша тема, это, конечно, ребенок, то, как его видела Монте-Суори, как видим его мы. И рассказывать мы будем на двух языках. И презентация будет состоять тоже из двух частей, поэтому. Ну, здорово. Ну, Яхим, jetzt сто бездран. То, что мы сейчас будем рассказывать, будет идти речь о том, о нашем отношении к ребенку, о том, как мы должны противоставить себя ребенку. Для нас очень важно, что нам надо выработать определенный взгляд на ребенка. И Монте-Суори этим занималась, очень долгое время. И, так сказать, это не так, как это было во времена Монте-Суори. Это не так, как это было во времена Монте-Суори. То есть мы их должны как-то ограничить. Речь идет о том, что мы должны смотреть и наблюдать за ребенком. Also, это не так, что мы должны быть в отношении к ребенку. Как меняется наша роль во взгляде на ребенка. И сегодняшние педагогические системы тоже изменились. Изменилось уже то, что не учитель с учебным планом находится в центре, а ребенок находится в центре. И то, что ребенок находится в центре, меняется и роль учителя. То есть какое положение я занимаю как учитель. Поэтому изменится наша роль в том, что педагоги. Мы не всегда все-звисленные и все-звисленные, но мы находимся в другом стиле, чтобы ребенка подниматься в центре. Меняется наша роль. Учителя – это не тот, который все знает и все может. Это тот, который наблюдает за ребенком и помогает ребенку. Учителя – это ребенок. Наблюдая за ребенком, общаясь с ребенком, мы должны всегда учитывать то, что ребенок это личность. И уважать эту личность. Мы должны принимать ребенка таким, как он есть, с его сильными и слабыми сторонами, потому что каждый из нас имеет какие-то сильные и слабые стороны. Мы смотрим на ребенка как часть общества. Это говорит о том, что ребенок имеет право принимать участие во всем том, что делается в группе и соответственно в нашем обществе. Мы начинаем работать с ребенком в том месте, где ребенок находится. То есть мы смотрим не на его паспортный возраст, а на его развитие, то на его интересы. И начинаем работать с ребенком в том месте, где на самом деле он находится. Мы уважаем ребенка в его правах и свободах. То есть право на образование, например. Да, или право на посещение музея. Да, естественно на его свободы. То есть на свободы в педагогическом процессе. Мы, работая с ребенком, позволяем ему индивидуальный темп развития. У каждого свой темп. И поэтому ребенок имеет право столько времени заниматься тем, чем ему интересно, сколько ему это требуется. Да, и мы не только педагоги, но и в контакте с другими ребенком. При этом мы учитываем то, что мы не единственные, кто все умеет и все знает в группе. У нас есть дети. И учитывая то, что у каждого есть сильные и слабые стороны, мы заинтересованы в том, чтобы ребенок в группе устанавливал контакт с другими детьми, при этом сильные дети помогают слабым детям или слабые дети помогают сильным детям. И для этого нам нужно очень хорошо наблюдать, как за отдельными детьми, так и за всей группой. Что для нас очень важно, то, что, в принципе, вот как написала я, каждый ребенок особенный, но все дети при этом равны. И вот это вот как раз большое преимущество Монте-Сори педагогики, то, что мы наблюдаем за потребностями, за желаниями, за развитием каждого конкретного ребенка и можем это учитывать в нашей работе. Я уже сказал, что jedes Kind есть anders. Jedes Kind ist ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft. Об это просто, маленькое или длинное, длинное или дикое, мы наблюдаем все, как они выглядят. Потому что они имеют все, 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 что они имеют все. Монте-Сори педагоги, ставят вверх, что они имеют все, что они имеют все, что они имеют все, что они имеют все. Собственно, какая-то индивидуальность. Но эти все дети имеют точно такие же права, как и мы. То есть мы, как взрослые люди, можем потребовать исполнения своих прав. А маленькие дети, они не всегда это могут. Поэтому наша обязанность, как педагогу, сделать так, чтобы права ребенка каждого учитывались. И Монте-Сори всегда во всех ее работах писала, что наша основная цель – наблюдать за детьми в его личных потребностях, в его индивидуальности и ставить этого ребенка в центр. Да. 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 Да, в принципе, мы можем дальше. Да, мы можем дальше. Да, мы можем дальше. Иначе. Монте-Сори. Кэрпиля. Да. Ох, я чему-то. Да, да. Иначе разное обновление с точки зрения или имеющиеся личности. Галина. Или мы. Галина. То есть ли. Да, мы можем дальше. То есть каждый из нас имеет свое какое-то личное внутреннее отношение. То есть каждый из нас по-разному, по-другому или по-разному представляет себе ребенка или видит ребенка. И вот основа нашей работы – это наше внутреннее собственное отношение к ребенку. И мы должны, скажем, доверять, уважать ребенка. Если мы это не делаем, то не будет никакого оптимального, хорошего воспитательного процесса. Не будет полноценного образования для ребенка. Если мы говорим о нашем личном отношении к ребенку или личном восприятии ребенка, то есть определенные правила. То есть вот 7, 38, 55. Что значит эти цифры? 7 – это 7% – это то, как мы воспринимаем ребенка, наше личное отношение к ребенку. То, как мы с ним говорим. То, как мы с ним говорим. Это намного больше уже, чем просто, что мы говорим. И 55% – это то, как мы с ним говорим. И 55% – это то, как мы с ним говорим. Это то, как мы с ним говорим. И 50% – это наша мимика, это наши жесты, как мы обращаемся с ребенком, как работает наше тело по отношению к ребенку. Это то, когда мы общаемся с ребенком. Работает наш голос, это работает наше тело, наша мимика. И дети это воспринимают, они это все видят. Я всегда говорю своим студентам, что когда я захожу в помещение к детям, все свои личные проблемы я должен оставить там. Потому что, принося их с собой, эти проблемы, которые давят на меня, дети это видят, дети это чувствуют. И все мое восприятие больше направлено на меня, нежели на детей. И об этом мы не должны забывать, работая каждый день с детьми. И вот следующая мысль. То, что я как личность, как мое личное собственное восприятие этого ребенка. Что я думаю об этом ребенке. Неважно, как я это показываю. Есть хипотезия. Есть Мактез. Ах, да? Да. Ах, да. Есть хипотезия. Вот такие хипотезии. Например, хипотезия. Думаю, чем хипотезия. Ставит с ног на голову, да? Да, и вот у меня периодически появляется мысль, как у педагога этого класса, этому ребенку было бы лучше в каком-нибудь другом учреждении, нежели здесь у меня. Да, ребенок это чувствует, он это видит, хотя я буду говорить, обращаться к нему совершенно по-другому. То есть это вот эти 55% моих жестов, мимики по отношению к этому ребенку. И дети реагируют на это, и поэтому не важно, что я буду говорить ребенку, он будет чувствовать, что это неправильно. Все слегка похожи на всех, немного похожи на некоторых. И маленькая часть уникальна, не похожа ни на кого другого. И вот для нас очень важно, чтобы мы видели в каждом ребенке его индивидуальную личность. Ребенок находится в центре, и мы должны ему следовать и ему помогать. Мы говорили о ребенке, то есть о нашем взгляде на ребенка. Но одна из наших обязанностей это сделать такую среду, чтобы каждому ребенку, независимо от того, какие у него потребности, желания, было хорошо в нашей группе. Мы несем ответственность за всех детей. И вот среда должна быть подготовлена для каждого ребенка. Например, сейчас будет немножко, скажем, практическая часть этого всего, то, что мы говорили. У нас есть разные дети, мы говорим о том, что среда должна быть подготовлена для каждого ребенка. Например, для каждого ребенка, с независимостью от его потребностей, как пример, разные ножницы. У меня еще больше есть ножниц разных, в зависимости от каждого ребенка. Естественно, сейчас возникнет вопрос. У нас в группе там 20-25 детей. Значит, мне надо для каждого ребенка сделать столько упражнений, чтобы хватило, скажем, на 2-3 часа свободной работы. А как сделать так, что если у меня есть очень много разных детей, что у меня должна быть полка для Васи и полка для Пети? Как это все совместить в нашем классе? И вот я просто попытаюсь сейчас показать, как это вообще можно сделать. Перед тем, как начинать работать с детьми, я всегда должна думать о том, какая цель этого упражнения. И себе представить очень точно, на каком уровне находится ребенок. Подумать, способен ли ребенок сделать все то, что я хочу ему показать. Способен ли это сделать сам или мне нужна ему какая-то помощь? Какой особый интерес этого упражнения? Способен ли ребенок вообще посмотреть всю эту презентацию от начала до конца? Или мне нужно сократить эту презентацию или разделить ее на какие-то части? Способен ли ребенок или может ребенок работать со всеми материалами презентации или какой-то материал мне просто нужно убрать? И начиная презентацию, я всегда думаю о том, какое место, где делать эту презентацию. На коврике, на столе, это понятно. Но если у меня ребенок настолько активный, что он не может концентрироваться, скажем, 5 секунд, то я буду выбирать место не в центре группы, а где-нибудь в уголочке, например. Или чтобы свет падал хорошо, или, допустим, ребенка, у которого вставлены приборы, так, чтобы было тихо, чтобы он меня слышал. И после показа презентации, естественно, наблюдать за ребенком, что он делает, как он делает, и анализировать его работу. И вот если мы думаем о всех материалах, которые у нас есть, то опять встает вопрос, а как это сделать с одним и тем же материалом? Как одну и ту же презентацию, которую, допустим, розовой башней, которую мы все знаем, как показать эту презентацию разным детям? Я вот сейчас очень быстро попытаюсь показать то, как можно работать с той же розовой башней, имея детей очень-очень разных. То есть классическая презентация, мы принесли розовую башню, построили ее, обошли коврик, показали, как убирать, а после этого делает ребенок. Но не все дети могут это сделать. Я могу, допустим, сократить количество кубов и подождать ребенку не 10, а только 5. Или, например, даже 3. Следующее упражнение, которое можно использовать, допустим, это наша классика. То есть мы, у меня, такие всякие вещи есть, скорее всего, у каждого в группе. Это, допустим, я работаю очень много с фотографиями или с картинками. То есть это более сложный уровень. Работая с такими карточками, тоже у каждого, скорее всего, есть. Следующий вариант, который я использую для разных детей, для детей, у которых нарушено, допустим, восприятие. Квадраты делаются из войлока, они наклеиваются. Это дает возможность ребенку еще раз потрогать, ощутить форму. Или задания просто наклеиваются, и ребенок ставит каждый куб, соответственно, на квадрат. То есть они готовы. Но так это тоже можно использовать для детей, для которых сложно воспринимать целую картину мира. Следующий вариант работы, например, вырезанные, так сказать, основания. Делаю их обычно, это называется, как я выяснила, пористая резина для творчества. Работая с таким материалом, этот материал можно, эти квадраты можно, на них можно ставить, допустим, кубы. Или, наоборот, накладывать сверху. Для некоторых детей можно использовать, так как в геометрическом комоде у нас есть тоненькая, средняя линия и толстая линия. Я делаю иногда очень толстую линию для того, чтобы дети видели границы этого квадрата. Для многих детей, работая, допустим, с розовой башней, то есть есть дети, которым достаточно там поработать, и они переходят на следующий уровень. А есть дети, которым нужно очень много повторений. Для таких детей я использую различные предметы, которые можно сортировать от большого к маленькому. То есть это могут быть какие-то сезонные вещи. Можно сориентировать листья, ракушки, пуговицы, различные материалы. То есть это фигуры, которые накладываются друг на друга. Я не знаю точно, как они по-русски называются. Можно, допустим, не обязательно давать 10, можно сократить до 5. Все это зависит именно от ребенка. Итак, мы говорим о большом и маленьком. Есть дети, которые это воспринимают сразу, и вы даете трехступенчатый урок, и для детей все понятно. Но здесь очень важно перенос от, скажем, работы с нашим конкретным материалом, то есть, как Монте-Сори говорит, материализованная абстракция, нам надо перевести на конкретный материал. И есть дети, которым это очень сложно. Для этого предлагают детям работать с различным материалом. Опять, очень часто это даже сезонно. То есть, осенний-зимний вариант. Такие материалы есть тоже у каждого, когда они дополняются, допустим, карточками, на которых написано там большое-маленький, больше-меньше, там больше-чем. То есть, это вы все знаете. Следующий вариант, который можно предложить, то есть, материалы, которые мы сортируем от большого к маленькому, мы добавляем к ним материалом напечатанным. То есть, дети читают. И вот, что здесь я всегда для себя, потому что я делаю все на немецком языке, и так как у меня есть проблемы со склонениями немецких существительных, они совершенно-совершенно другие, я с удовольствием сама работаю, потому что я учу их. Самый маленький куб или самая маленькая машина, самая маленькая. Нахожу, что, допустим, для многих детей, умеющих уже читать, читать внимательно и обращать внимание, допустим, в русском языке на окончании, в русском, в немецком языке на артикле, это очень-очень сложно. Следующий вариант, указание, им приказание. Построй розовую башню, понятно. Да, там, принеси большой куб. Или можно, допустим, дать такой. Построй розовую башню 10-7-4. Вот здесь у многих детей уже надо включать мозг. Что здесь с этим материалом можно делать? Используй этот материал для более старших детей. Это символы частей речи. То есть у вас уже есть материал, с которым можно работать. Или проводить анализ предложения. Что с этим материалом очень хорошо давать детям? Это порядковые числительные. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Работать с играми на расстоянии. Дети бегают туда-сюда. Это очень-очень-очень здорово. И различные упражнения. То есть как материал, я говорю, первый групп математики. Следующая вещь, то есть там мы давали трехступенчатый урок большой-маленький. С помощью этого материала можно вводить понятие больше-меньше, которое мы позже будем использовать в работе в математике, в работе с цифрами. То есть можно делать это таким образом. Или более, так сказать, эксклюзивный вариант. Давать детям карточки на печатной основе. Следующий вариант работы. Составление, скажем, состава числа 10. Ну и как контроль, поставить куб 10 и сравнить. Что с этим материалом дальше можно делать? Это работать с линейкой, то есть измерять. И опять же здесь очень, так сказать, хорошо можно смотреть, допустим, там куб 5 сантиметров и куб, допустим, там, ладно, здесь 6 сантиметров, куб 4 сантиметра, вместе дают 10 сантиметров. Дети могут это делать устно, это дети просто меряют, записывают все это. Так, то есть очень большое, большое разнообразие различных упражнений, которые можно предложить, работая только с розовой башней. И, конечно, у нас есть дети, которые любят, допустим, делать что-то на бумаге. То есть в основном это старшие дети, которые, так сказать, с рабочими листочками. Им надо что-то записать, им надо что-то сделать. Поэтому я предлагаю разные работы на печатной основе, когда дети, допустим, вырезают кубы розовой башни и, соответственно, смотрят, какой сюда подходит. Очень интересная работа, когда дети самостоятельно вырезают розовую башню, да, вот таким образом или, скажем, просто обводят розовую башню и вырезают, склеивают и делают собственную розовую башню. Так, зачастую мы просто даже используем различные раскраски, да, им детям, вырезания и все остальное. То есть это немножко вот о том, как можно взять вот саму розовую башню, использовать для разных детей, наблюдая за детьми, где находится интерес ребенка, где его, скажем, проблемы, где его сильные стороны. Как можно, допустим, только с розовой башней сделать так, чтобы ребенку было интересно. И вот в конце, конечно, мне хотелось бы заметить о том, что мы очень часто, вот выступая, допустим, посещая различные конференции, смотря различные там курсы, очень часто, перехожу на немецкий, концентрируемся на, допустим, на работе с материалом. Но я иногда говорю своим коллегам, давайте, мы просто на каком-нибудь там нашем пенсовете, перед пенсоветом каждый возьмет там какую-то книгу Монте-Сори и прочитает не о том, как работать с материалами, не то, что она говорит о подготовительной среде, а то, что с ком он началит, то есть ее философский взгляд на ребенка, на то, чем мы с вами занимаемся. Поэтому мне всегда было важно то, что мы, как педагоги, не должны останавливаться на том, то есть смотря сейчас тех людей, которые присутствуют на конференции, я многих знаю, допустим, как Надежда уже там даже не, даже не знаю сколько лет, да, не один, не в этом веке мы познакомились, даже не в этом тысячелетии, но мне хотелось бы, чтобы мы не останавливались, да, как это делает Надежда, она никогда не останавливается, она идет дальше, то, что мы постоянно учились, переосмысливали свои взгляды, потому что они меняются, меняется, меняется все, да, в нашей жизни. Никогда я не думала, что мы будем общаться с коллегами так по интернету, да, вот, поэтому мне бы хотелось бы показать вам еще один вариант работы с розовой башней, да, это космическое воспитание, наше место, наш взгляд на жизнь, да, и наверху у башни находится внутренняя энергия, которая заключена в ребенке. Нам нужно ее увидеть, нам нужно ее понять, нам нужно за ней идти, да, и вот это вот для нас самое важное. Ребенок как индивидуум, как личность, и нам нужно ее увидеть, да, и что нам для этого нужно сделать, говорит Монте-Сори, единственное, что нам действительно нужно изменить, так это собственное отношение к ребенку, любить его любовью, который верит в его личность, и помнить, что он хороший, видеть не его недостатки, а его добродетели, которые он не подавляет, а поощряет, и это дает ему свободу. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, уважаемые коллеги. У нас сегодня в студии блистательные педагоги, эксперты, тренеры из Мюнхена, Татьяна и Иоахем Дарки. И сегодня мы говорили про индивидуальность ребенка. Так, что у нас в чатах? Друзья, напоминаю, что можно писать вопросы в чате, если у вас возникают вопросы, прям пишите их сразу по ходу, я вижу слова благодарности. Скажите, Татьяна, вот такой вопрос по индивидуальности ребенка. Вы много работаете с особенными детьми, в чем отличие подхода к индивидуальности вот ребенка с особенностями от ребенка просто ребенка? Начнем с того, наверное, Елена, да? Да-да. Особенные, ты знаешь, мы вот дискутировали с Иоахимом, вот слово особенный мне не очень нравится, потому что самые особенные дети для меня лично, это мои собственные дети. Вот они самые особенные, самые любимые, самые-самые-самые. Потому что для меня каждый ребенок, он особенный, в нем есть что-то, что отличает его от других. Вот это вот его особенность. Но есть дети, у которых, сказать дети с разными потребностями, тоже неправильно, потому что у всех у нас разные потребности, да? Есть очень много даже анекдотов про потребности, да, которые там в социальных сетях можно прочитать. Как сделать так, чтобы всем детям было хорошо? Я не знаю, какое слово употребить. Но ребенок, он есть ребенок. То есть наша цель, вот наблюдать и смотреть, что я могу сделать для этого ребенка, чтобы он стал частью группы, чтобы этот ребенок мог работать с различными материалами, чтобы этот ребенок мог усвоить какие-то образовательные цели. Мы говорим много о социализации детей. То есть это вот, допустим, сейчас, здесь это большая проблема. После двух лет непонятно чего. Доступ детей ко всему. Музеи, поездка на метро. То есть мое первое впечатление о Мюнхене в 93-м году было это город инвалидов, потому что все сделано так, чтобы любой человек мог попасть везде. Не знаю, для меня все дети одинаковые. Я имею в виду просто одинаковые, да? Но в каждом есть что-то свое. Ну, спасибо, замечательно, да. Спасибо вам за прекрасный ответ. Да, Инну, я вижу чате слова благодарности. Анна, Елена, спасибо. Очень вдохновенно и очень информационно. Спасибо вам большое, дорогие коллеги. К сожалению, у нас плотный регламент. Служить вас можно бесконечно. И мы надеемся с нашими слушателями, я надеюсь, я выражу наше общее мнение, что мы всегда рады слушать таких блистательных экспертов, великолепных педагогов, очень интересных собеседников. И будем надеяться, что наши встречи будут и будут продолжаться. Спасибо вам успехов, всего самого-самого наилучшего. Да, и, пожалуйста, скажите несколько слов. У нас это юбилейный такой событие. Что бы вы хотели пожелать Мимпу? Да, я уже начала, да, то, что я Надежду знаю уже, скажем, не один век, даже уже, скажем, мы познакомились в прошлом. 30 лет, Татьяна. Это почти-почти с динозаврами. Примерно. Почти-почти, как сказали бы дети. Надь, я желаю оставаться всегда такой же. Желаю наблюдать. Желаю то, чтобы твое личное отношение всегда оставалось таким же, чтобы развивалось все это. Я только хотела сказать, Татьяна, в общем, развиваться не надо, оставайся. Нет, развивайся, развиваться. И, Надя, большое спасибо. Ты на самом деле для нас, Яхимам, это, скажем, не веревочка. Нет, веревочка неправильная. Мост. Мост, мост. Огромный мост. Который связывает Мюнхен с Москвой и связывает, скажем, Мюнхен со всем Монте-Сори-сообществом, скажем, говорящим на русском языке. Большое спасибо. Оставайся так, развивайтесь. Большое спасибо, что институт есть, что вы работаете, что вы распространяете Монте-Сори-педагогику. Большое спасибо. Оставайтесь такими. Я хочу сказать спасибо Яхиме Статьяне в ответ. Не про кукушку хвалит петуха, а просто реально. Это возможность смотреть на то, что мы делаем, с очень разных сторон. Потому что у вас один опыт и одна практика, у нас немножечко другая. И возможность этим обмениваться, она дорогого стоит. С помощью Яхимы и Татьяны мы проводили, как раз грант президентский был, проводили курс «Каждый ребенок особенный» создание ресурсных инклюзивных центров. А вот сейчас у нас с 1 марта тоже с их участием начнется курс, который называется «Каждый ребенок особенный». Мне кажется, вот эта мысль, которая Татьяна в конце говорила, очень важна. Все дети разные. И каждый ребенок особенный. Да, для каждого особенным является свой ребенок. Но один психолог очень хорошо у нас в нашей, скажем так, тусовке сказала интересную вещь, что в очень хорошем описании педагоги получается как раз из тех, кто работал с особенными детьми. Из дефектологов, ну или какую-то еще такую практику имеет. Они научились ничего специально не ждать от детей, а просто видеть то, что есть на самом деле. И от этого отталкиваясь, двигаться дальше. Вот поэтому, мне кажется, вот эта часть работы на дефектологии, она очень важна. Спасибо вам большое за то, что вы ее делаете, нас поддерживаете. Спасибо. Спасибо огромное. С нами были блистательные Татьяна и Ахан Датке. Всего вам доброго. Спасибо. Очень рады были быть сегодня с вами. И надеемся, надеемся на новые встречи. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем. Наш юбилейный праздничный эфир продолжается. И я сейчас вот Татьяна сказала очень важную вещь про насколько важна социализация, насколько это важно. И я хочу напомнить, что у нас 23 февраля стартует курс. Этот курс как раз про социализацию ведет его блистательный эксперт с Украины. Это Наталья Прибыльская. И он будет состоять из четырех встреч. Я надеюсь, сейчас появится ссылка в чате. Это о том, как быть частью. Что такое для ребенка быть частью. Как мы, взрослые, можем этому способствовать. Ну и кто был, слышал и знает циклы Натальи Прибыльской. Она, кстати, сотрудничает с Нижнонародным институтом института педагогики. Они очень глубинные. Они прекрасные. Они очень профессиональные. И поэтому мы будем очень рады вас видеть на нашем цикле. Сейчас я попробую, может быть, даже если мне удастся вывести. Вот. Ну, сделаем это чуть позже. Хорошо. Ну, а мы следуем по нашему расписанию, по нашему плану. И у нас сейчас еще один великолепный и блистательный эксперт и спикер. Сейчас мы будем говорить о возрасте старше шести лет. И тема, которую заявил Александр Мадекин, она звучит так, что способность педагога проводить... Провоцировать, да, спонтанную работу я проводить. Провоцировать спонтанную работу. Саш, включайтесь, пожалуйста. Сашенька. Да, я подключу. С нами Александр... А, великолепно. С нами блистательный Александр Мадекин. Ами, Матессори-педагог 6.12. Гид Матессори-школы Семицветик. Великолепный лектор. Сашенька, очень рада тебя видеть. Спасибо, очень взаимно. Да, и с нетерпением слушаем. Давайте, да. Всем здравствуйте. У нас сегодня тема такая очень необычная, связанная с провокациями, с исследованием, со свободой. Вот, и на самом деле, я думаю, что мы попытаемся сегодня посмотреть на то, что может делать педагог, или что он может не делать, для того, чтобы у ребят появилась как раз осознанная деятельность. И вы знаете, что Матессори очень часто в своих выступлениях и в своих работах она говорила о таком понятии, как спонтанная деятельность, спонтанная активность. И мы можем по-разному воспринимать этот термин, потому что такой расшифровки его нет, но мы что понимаем под спонтанной деятельностью? Активность, которой ребенок сам занимается, которую он сам выбирает. И у Матессори есть замечательная фраза, которая звучит таким образом, что мы не следуем за интересом ребенка, ребенок следует за своим интересом, а мы его сопровождаем. И здесь вот как раз очень важный момент, что нужно ли нам как-то ребенку мотивировать на какую-то работу, нужно ли нам как-то его провоцировать на какую-то работу, нужно ли нам создавать для него какие-то условия для того, чтобы он начал работать, подкладывать материал, давать какую-то работу, исследование. И здесь очень интересный вопрос, что же повлияет именно на самостоятельность ребенка, что поможет ребенку самостоятельно выбрать какую-то тему, исследовать эту тему, потому что очень часто возникает проблема в том, что мы очень хорошо знаем, как дать презентацию, мы даем ребенку презентацию, но после этой презентации не происходит никаких самостоятельных исследований. И ребенок, получается, как бы провисает с тем, что мы ему дали. Мы дали ему какую-то информацию, и все. И вот он дальше не двигается. Почему так происходит? Что может сделать педагог, чтобы это движение началось? И на самом деле вот спонтанная работа – это как раз и есть тот ответ, который мы можем дать, что ребенку необходимо научиться спонтанно работать, ребенку необходимо научиться брать работу, ребенку необходимо попробовать почувствовать вот этот вот момент, что я могу взять ту работу, которая мне интересна. Если ребенку сейчас, у него есть потребность рисовать, и он хочет рисовать, он хочет это делать, должны ли мы каким-то образом его мотивировать на другую работу или должны дать ему возможность самостоятельно поработать с тем, что он сам выбрал на данный момент? И вот мне кажется, что как раз задача педагога и его цель – не давать какие-то интересы ребенку, а дать возможность ребенку самому почувствовать, что я могу взять эту работу, я могу с ней работать. Наша задача как педагоги, как педагогов возраста 6-12 – это разжечь воображение ребенка. Мы должны как-то его спровоцировать не на работу, а на размышление. И вот здесь вот как раз может проявляться вот эта вот спонтанная работа. Но спонтанная работа сама по себе, она возможна только при наличии двух факторов, о которых тоже Монте-Сори говорила. И эти факторы – это подготовленный взрослый и подготовленная среда. Без подготовленного взрослого, без подготовленной среды, к сожалению, спонтанная работа ребенка в том виде, в котором она есть, спонтанная работа как путь к осознанной работе, как путь к самостоятельному исследованию, как какой-то путь, ну даже можно сказать, что к планированию своей работы и по большому счету к самостоятельности. Вот без этих двух факторов, без подготовленного взрослого или, как по-другому можно сказать, обученный взрослый и подготовленной среды достичь вот именно вот такого самостоятельного выбора работы, к сожалению, не получится. И вот как раз я хотел поговорить с вами о том, что такое подготовленная среда и кто такой подготовленный взрослый. И все мы знаем, что Монте-Сори подготовленным новым взрослым, обученным взрослым подразумевало, что это человек, который прошел обучение на курсах Монте-Сори. Тот человек, который знаком с методикой, которую давала Монте-Сори, и тот человек, который, как она говорила, прошел через некоторые изменения внутреннего своего мира. Человек, который, во-первых, он понимает, зачем он это делает. Если спросить у подготовленного, обученного взрослого, зачем вы занимаетесь педагогикой, зачем вы стали Монте-Сори педагогом, у этого человека, у него есть ответ этот вопрос, потому что подготовленный, обученный взрослый, он понимает свою космическую задачу в том смысле, в котором понимал его Монте-Сори, что я понимаю, зачем я это делаю, я знаю, для чего я здесь И этот очень важный момент, он показывает, что человек, который прошел обучение на Монте-Сори курсе, с ним происходят некоторые изменения, связанные с его взглядом вообще на окружающую действительность. Он начинает по-другому воспринимать окружающий мир, он по-другому воспринимает мир взрослых людей, он по-другому начинает относиться к ребенку, он по-другому начинает относиться к себе, и в нем загорается такая, знаете, искорка, которая сама внутри его педагога, она разжигает интерес педагога. И как раз вот эта вот искорка, которая есть в педагоге, которой педагог хочет знать все, он хочет узнать, как же это все устроено, во большом счете он превращается в такого тоже человека возраста 6-12, которому интересно, как же это все устроено. И это человек, который не боится сказать, я не знаю, я не могу тебе ответить на этот вопрос, я хочу вместе с тобой разобраться в этой теме. И это как раз и есть те изменения, о которых мы говорим, что здесь мы стараемся познать мир вместе с детьми 6-12, но для этого нам нужно пройти определенную подготовку, нам необходимо понять базовые принципы вообще устройства Вселенной, изучить науки, которые мы собираемся преподавать детям, изучить те вопросы, которые мы преподаем. Но очень важно, чтобы подготовленный взрослый умел не показывать ребенку, что он знает больше. И вот здесь вот как раз происходит мастерство и какое-то искусство педагога о том, что да, я знаю больше, да, конечно, у меня гораздо больше опыт, чем у тебя, но вот как показать ребенку, что я знаю не больше, чем ты, и что мы вместе с тобой исследуем, вот здесь вот как раз и есть, мне кажется, провокация, провоцирование ребенка на это исследование. Потому что ребенок, он всегда считывает, он смотрит на педагога, и он воспринимает его как образец для поведения и образец как героя. Вы знаете, что в возрасте 6-12 детей есть почитание героев. И вот педагог как раз становится одним из таких героев, за которым ребенок готов следовать. Он готов подражать ему в чем-то, он готов воспринимать его именно какое-то мировоззрение и устанавливать понятие о хорошем, плохом, добре и зле, о каких-то моральных принципах. И здесь вот этот вот как раз процесс, который запущен в педагогии 6-12, подготовлен взрослым, он зажигает ребенка, он показывает, что вот путь взрослые тоже интересуются, и взрослым тоже интересны, и взрослые тоже чего-то не знают. И это очень сильно сказывается на страхе ребенка совершить ошибку. А ребенок, который видит, что взрослый, который является для него героем, он не знает чего-то, он не боится совершать ошибки, он ошибается и точно так же радуется тому, что он находит какую-то информацию. Это как раз и есть такой мотивирующий для ребенка способ, даже не способ, можно сказать, что как мотивация для того, чтобы самому интересоваться чем-то. Потому что, ну да, я боюсь, мне страшно, как меня воспримут мои сверстники, как на меня посмотрят взрослые. Но я шагаю, я двигаюсь, я исследую, даже если я совершу ошибку, но ничего страшного в этом не произойдет. И как говорил мой тренер Кей Бейкер, она говорила, что ошибка наш друг. И вот это вот как раз та информация, которую мы транслируем, то передаем ребенку, что не бойся двигаться, двигайся самостоятельно, выбирай самостоятельно ту работу, которой ты занимаешься. И очень часто в возрасте дети, в возрасте 6-12, начало, ну можно сказать даже 6 лет, они приходят в класс и у них есть потребность в какой-то деятельности. Да, вот кто-то у нас вышивает, кто-то рисует, кто-то лепит из пластилина. И есть ребята, которые могут лепить месяц, могут лепить два месяца. Но это как раз и есть та спонтанная работа, о которой мы говорим. Ребенок сам выбирает эту работу, сам с ней работает, сам получает удовольствие от этого процесса. И когда он понимает, что я могу здесь работать, я могу в этом классе совершенно спокойно брать ту работу, которая мне нравится, начинается же немножечко другой подход, потому что параллельно с его работой, с рисованием, конечно же, подготовленный взрослый дает огромное количество презентаций, дает количество информации, возбуждает как-то и в интерес, и воображение ребенка. Когда мы рассказываем ему о Вселенной, когда мы показываем ему, что Вселенная огромна, что представь себе, что до Большого взрыва не было вообще ничего. Или помните, как у нас в истории про Бога, у которого нет рук, или по-другому там история происхождения Вселенной, есть очень интересная фраза, которая говорит, представь себе, что было так темно, что ни единого лучика света не было видно. И было так холодно, что айсберг или какой-нибудь лед, который ты можешь потрогать, он являлся горячим, потому что в этом пространстве было очень-очень холодно. И вот эти вот вещи, они как раз очень хорошо работают на воображение ребенка. Ребенок начинает воображать, он начинает представлять себе это. Вот как это можно представить, как это можно вообразить. И здесь как раз есть и то, о чем как раз мы говорили, как тема называется, это провоцирование ребенка на определенные действия. И, как говорила Монте-Сори, если вы хотите, чтобы у ребенка была осознанная деятельность, чтобы он самостоятельно что-то делал, как-то исследовал, то дайте ему спонтанно поработать. Без спонтанной работы осознанной работы у ребенка не будет совершенно. Поэтому здесь именно важно возбудить воображение, разбудить интерес, и в том числе как раз на собственном примере. Если вы, знаете, все, во всем разобрались, то ребенок, скорее всего, не сможет почувствовать вот этот вот огонек и зажечь этот огонек. Мы можем сравнить, знаете, как такие свечки, как свечки от свечки зажигаются, и они постепенно расходятся в разные стороны. Вот точно так же и педагог. Он вот разжигает эти свечки, он раздает этот огонек по всем детям, с которыми он работает, и дети начинают гореть. Ну, для этого, конечно, необходимо пройти обучение, как говорил Монте-Сори, и пройти через какие-то изменения в своих внутренних взглядах. Вот. Что еще очень важно для спонтанной работы, так это подготовленная среда. Подготовленная среда – это не значит правильно расставленные материалы. А подготовленная среда – это значит среда, которая позволяет ребенку именно разбудить свое воображение или работать с вот этим вот разбуженным воображением. Мы даем ребенку искорку, и ребенок уже сам начинает искать, ага, как интересно, а где я могу найти подтверждение вот этой информации, что я могу сделать с этой информацией. И здесь наша задача как раз подготовить среду таким образом, чтобы на каждый вопрос ребенка он мог найти ответ. Но очень важный момент, что все ли вопросы, которые задает ребенок, должны быть отвечены за счет среды, которые мы с вами создаем? На самом деле нет. Почему? Потому что кроме внутренней среды класса есть еще внешняя среда. И вся задача нашей внутренней среды – это то, чтобы ребенок вышел за пределы этой внутренней среды, чтобы у ребенка вот эта вот жажда познания, жажда исследования, она не заканчивалась нашим классом. Вот смотри, миленький, тебе, пожалуйста, энциклопедии, в которых ты можешь прочитать всю информацию. Нет, в принципе, в классе по каждой теме должно быть не больше 10-15 книг, которые, опять же, провоцируют воображение, провоцируют исследование, но не отвечают на все вопросы. Почему? Потому что тогда ребенок, он потребуется ему дополнительно. Где я могу еще найти информацию? Он пойдет выходить в интернет, он пойдет искать книжки в библиотеке, он пойдет вообще интересоваться и разговаривать с родителями о том, что папа, мама, мне интересна вот эта вещь. Давайте мы с вами найдем какую-то книжку. И на самом деле это очень удивительный процесс, потому что ребенок, он в своем исследовании не останавливается. Если мы сумели спровоцировать его воображение, его какой-то вот этот потенциал, то он с этим потенциалом, с огоньком, он и к родителям придет и скажет, мне нужна такая-то книга, пойдемте в книжный магазин. И это на самом деле так, потому что мы наблюдаем в нашем классе именно такую работу, что родители точно так же включаются в исследование ребенка самостоятельно. Ребенок исследует, например, механизмы, как они устроены, что он создает свои механизмы. Он просит у родителей предоставить ему какую-нибудь дополнительную информацию, идут в книжный, покупают книжки, рассматривают. Это уже есть выход за пределы нашего класса, это уже есть выход за пределы внутренней среды, которую мы организовали. И требования по поводу подготовленной среды, на самом деле мы не можем сказать, что вам необходимо расставить материалы таким-то образом, поставить русский язык, математика, география, история. Ведь подготовленная среда, она очень сильно зависит от подготовленного взрослого. Что подготовленный взрослый, он строит среду под себя, потому что если в нем горит этот огонь исследователя, то он сам понимает и смотрит, о, вот здесь бы я хотел поставить русский язык, потому что вот здесь заходишь, смотришь, хочется вот эти вот коробочки, красные, синие, зеленые, желтые, хочется их потрогать, посмотреть, пооткрывать и позаниматься этим материалом. Здесь у меня будет стоять там глобус. Это внутренний процесс каждого педагога. И поэтому нету определенной какой-то рекомендации о том, что вот среда должна быть выставлена таким-то образом. Если мы с вами встречаем в классе 3.6 определенную среду, мы видим, что сначала стоит одна тема, вторая тема, третья тема. Но мы это понимаем, потому что в возрасте 3.6 у ребенка, одна из его характеристик является сензитивные периоды. И та среда, которая выставлена в классе 3.6, она позволяет ребенку двигаться в своих сензитивах. Здесь у него он пошел вытирать стол тряпочкой, ну, значит, у него пошел сензитив письма. Если там еще что-то пошло, это каждый сензитив раскрывается на том материале. И у каждых сензитивов есть свое время возникновения и свое время расцвета, и они там по параболе развиваются. И это на самом деле очень интересно. И это все просчитано, это все очень просто. И условно просто, что это можно описать, и это можно разложить по полочкам. В классе 6.12, к сожалению или к счастью, у нас нет сензитивных периодов, и поэтому каждая среда неповторима. Каждый педагог готовит среду под себя и под тот класс, в котором он существует. В первую очередь, педагогу должно быть самому интересно в этой среде находиться. Ему самому должно быть интересно. Он сам выбирает эти книжки, он читает эти книжки, листает. Вот мы, поделюсь, совсем недавно нашли замечательные атласы, атласы по биологии. Если будет интересно, я вам как-нибудь ссылку кину. Просто фантастические. Фантастические атласы, потому что в них содержатся последние научные данные. Там нет никакого выдуманного, какой-то эзотерики или каких-то совсем фактов, которые относятся совсем к прошлом, к XIX веку, к началу XX века. И эти книжки, они энциклопедии, тоненькие, но они очень классно сделаны. И вот я, когда эту энциклопедию открываю, я прихожу просто в восторге. Я могу листать, смотреть, читать какие-то темы. И вот такие вот книжки как раз и нужно ставить в среду. Те, которые в первую очередь захватывают педагога. Потому что если просто есть список какой-то литературы, список каких-то материалов, которые нужно поставить определенным образом, то это не будет подготовленная среда, это будет класс с материалами. А подготовленная среда, она как раз должна давать возможность ребенку, что делать? Конечно, самостоятельно работать, включиться вот в эту спонтанную работу. И как раз через эту спонтанную работу у нас происходят очень сильные изменения в самом ребенке. Вот он два месяца рисует у нас какие-нибудь картины. Сам весь в краске, путь от мольберта к раковине тоже вестить в краске, он находится в этом процессе, он работает, он выбирает эту работу. И постепенно-постепенно мы наблюдаем, что человек, который получил этот опыт спонтанной работы, даже не связанный вроде бы как с материалом, который у нас в классе есть, он постепенно-постепенно переходит уже к другим исследованиям. Он начинает исследовать тот материал, который мы ему даем. Он начинает исследовать какие-то вопросы, которые которые его уже начинают интересовать, потому что наши презентации, они всегда являются, вот знаете, такое понятие, как ключевой урок. Ключевой урок – это не является чем-то списком каких-то предметов, каких-то уроков, каких-то занятий, которые надо дать ребенку. Ключевой урок может быть для каждого ребенка разным, потому что ключевой урок – это та новая информация, те новые сведения, которые ребенок получил в процессе этой презентации. И поэтому для кого-то в одной презентации могут быть совершенно разные ключевые уроки. И эти ключевые уроки, они как раз и являются тем, чем мы цепляем ребенка. Помните, о Монте-Соре было очень хорошее сравнение с деятельностью педагога, как сеять семена. Вот каждый ключевой урок – это является тем семенем, которое оно взойдет. Вот мы разбрасываем эти семена, а кому-то оно попадет на благодатную почву, кому-то не попадет. Но мы продолжаем сеять, мы продолжаем разбрасывать семена, мы продолжаем удобрять почву, на которую падают эти семена, для того, чтобы вот эти ростки появились и превратились в такое растение. Помните, как притча про гречесное зернышко и про огромное дерево, которое вырастает? Вот и здесь то же самое получается, что мы разбрасываем эти семена, мы сеятели, которые дают эту информацию. И здесь как раз очень важна именно наша внутренняя энергия, подготовленная взрослого. Если я могу вдохнуть эту энергию, если я могу вдохнуть этот интерес в ребенка, то процесс пойдет. Если для меня есть набор ключевых уроков и есть, как поставить среду, то здесь как раз не будет провоцирования спонтанной работы, о которой мы говорили, и самостоятельных исследований. Потому что, опять же повторюсь, что для того, чтобы появилась спонтанная самостоятельная работа, не только связанная с исследованием каких-то тем, но и в том числе исследованием материалов, то необходимо как раз вот эти два, не знаю как назвать, но в общем две вещи, именно подготовленные взрослые, подготовленные скида. Ну и, соответственно, конечно, наша подготовленная скида должна учитывать характеристики возраста и потребности ребенка. Потому что human tendencies, тенденции человеческие, это тоже очень важно, потому что если мы не видим, как могут человеческие тенденции ребенка развиваться в нашей подготовленной скиде, то, опять же, мы не получим никакой спонтанной самостоятельной работы и не получим никаких исследований. Потому что вот даже вот есть мнение такое, что базовые потребности удовлетворяются определенным образом. И вот Кейбекер, мой тренер, говорил, что в первую очередь необходимо удовлетворить потребность еде. А после того, как потребность еде будет удовлетворена, тогда у ребенка начнут удовлетворяться другие потребности. Поэтому в подготовленной среде должен быть какой-нибудь перекус, чтобы ребенок, если он проголодался, он мог кушать. В подготовленной среде ребенок должен хорошо ориентироваться для того, чтобы он понимал, где какой материал находится. Подготовленная среда должна давать ребенку ответ на его какие-то исследования, что просто можно взять какой-то материал, просто можно его исследовать, просто можно взять какую-нибудь книжку и просто ее почитать. И это на самом деле, если вы посмотрите, то я как раз говорю о human tendencies, человеческих тенденциях. И наша подготовленная среда должна как раз этим тенденциям отвечать. Она должна позволить ребенку, вот этим тенденциям ребенка проявиться. И мне кажется, что здесь только подготовленные взрослые, обученные взрослые, он как раз может увидеть эти тенденции через, опять же, очень интересный инструмент наблюдения, что если педагог, он не проводит наблюдение за классом, если он не смотрит, какие изменения в классе происходят, как меняются дети, как дети работают, почему они работают именно с этим материалом, почему они не работают так, как хотелось бы нам. Вот, и это вопрос как раз тоже, опять же, подготовленный взрослому, потому что один из методов, который познание, которому мы обучаемся в процессе работы на курсе, это как раз и есть метод наблюдения. И через наблюдение мы как раз можем понять, что работает не так, что в нашей среде поставлено не так, как хотелось бы ребенку, где вот эта преграда, которую необходимо устранить. И вот я говорил о том, что подготовленное средо – это не что-то такое зафиксированное и стабильное, да, подготовленная среда, она живая, и педагог должен именно чувствовать, что вот что в ней на месте, что в ней мешает ребенку, и вносить постоянно какие-то изменения, корректировать ее, чтобы она развивалась в том числе вместе с ребятами и из их потребностей. Вот. И через вот как раз подготовленную среду, через подготовленного взрослого, через спонтанную работу, в которую зайдет ребенок после того, как будут созданы какие-то условия, мы как раз и создадим возможность для осознанной работы ребенка. Осознанная работа – это уже полноценное исследование, когда ребенку становится интересна какая-то тема, например, по биологии или по географии, и когда он посвящает этому все свое время, так называемая большая работа, которая у нас, опять же, тоже является характеристикой возраста 6-12, и здесь мы как раз увидим, что она запускается самостоятельно. Я повторю фразу, которую вот Монте-Сори говорил о том, что мы не следуем за интересом ребенка, что мы сопровождаем ребенка, который следует своим интересам. Вот. И для того, чтобы ребенок следовал своим интересам, у него эти интересы должны появиться. И появляются эти интересы как раз благодаря тому, что мы даем энергию, мы педагоги, мы вливаем эту энергию в класс, класс начинает функционировать, класс начинает работать. Вот. И в классе происходят удивительные превращения, да, что у нас происходит самоорганизация, у нас происходит очень много интересных процессов, социализация. И это тоже очень такой живой, подвижный организм, который живет своей жизнью. И самое важное – научиться не мешать спонтанной работе. Нам самое важное – научиться в какой-то момент немножечко отстраняться, отходить и давать возможность ребенку свободно выбрать то, чем он хочет заниматься. Даже если это кажется нам, что это не совсем то, что необходимо ребенку. Вот. Дайте ребенку свободу. И когда ребенок почувствует эту свободу, он как раз и будет все самостоятельно исследовать. И у него появится… Точнее, даже не то, что появится, да. Вот мы все знаем, что дети в возрасте 6-12, они по своей природе являются исследователями. И здесь как раз и находится ответ на наш вопрос, что нужно сделать для того, чтобы дети исследовали. Устранить препятствия и дать им возможность самостоятельно заняться тем, чем они хотят. И ребята вас порадуют именно своей самостоятельностью и осознанностью своего выбора. И это на самом деле фантастическое превращение, которое вы можете понаблюдать в классе. Посмотреть, если дать максимальную свободу, дать возможность ребенку двигаться по своему пути в соответствии с своими потребностями, в соответствии с своим развитием, то со временем можно будет увидеть, что действительно ребята переходят в более осознанное, не просто какое-то… Вылетело слово из головы, постковид. Вот какое-то исследование о простой работе, уход от работы. Вот когда ребенок почувствует эту свободу, что он может это делать, что ему не страшно, что ему легко здесь находиться, в этом пространстве, вы увидите, что самостоятельная работа начнется, и дети начнут исследовать. Исследовать не только материал, но и какие-то темы, связанные с наукой. Но, конечно же, этот путь, он длительный, этот путь тернистый, и на этом пути нам очень хочется, чтобы дети занимались серьезными исследованиями, чтобы они использовали какие-то методики, о которых мы с вами знаем, о том, как проводятся исследования, как совершаются проекты. Но здесь это, опять же, вопрос к нам. Мы должны знать больше, чем дети, но должны научиться не показывать то, что мы знаем больше, чем они. Провоцировать их на исследования, и быть для них, в первую очередь, примером, и быть тем огоньком, и тем героем, за которым они захотят следовать, и с которым они почувствуют себя в безопасности. Вот, наверное, все секреты самостоятельного исследования и самостоятельной работы. Можно я сразу немножко тебе задам вопрос с провокацией, может быть, да? Ты уверен, что если мы создаем среду у нас в классе, этого достаточно, чтобы убрать все препятствия? Я имею в виду и среду, и педагог. Потому что вокруг ребенка столько всего, и современные дети не настолько перегружены всяческими информацией, давлением родителей или еще чем-то. Появится ли у них вот эта исследовательская деятельность, если мы действительно просто дадим им свободу в классе? Вот здесь я считаю, что да. Я думаю, что если мы просто дадим ребенку свободу в классе, если мы дадим ему быть тем, кем он является, а не тем, кого мы ожидаем от него, я думаю, что здесь спонтанная работа как раз и начнет проявляться. Сначала это будет какая-то работа, такая прям, ну, легкая работа с нашей точки зрения. Но постепенно-постепенно он будет переходить в более серьезную работу, более осознанную. Но, опять же, сама среда по себе никогда работать не будет. Два фактора необходима. Подготовленный взрослый и подготовленная среда. Подготовленный взрослый, который вливает энергию в ребенка, и среда, которая дает ему ответы. Мне кажется, здесь вот сейчас, по крайней мере, да, мало только вливать энергию в ребенка. Наш современный учитель, который хочет дать ребенку возможность проявить и своего исследования, свою спонтанную работу, ему важно, в общем, как бы, с одной стороны, самому уметь исследовать. Это, кстати, отдельная история. И я частенько вижу, что наши учителя просто не понимают, а как, что значит дать ребенку возможность исследовать. Они дают им материал, а вот теперь, когда дали какую-то информацию, теперь нужно ее отработать. А исследовать, то есть не давать всего, да, всего, что им нужно. Учителя тоже очень боятся, не знаю, и аттестации, и родители, которые переживают, что дети чего-то не знают. И они хотят их тем самым научить всему. А создать вот, с одной стороны, безопасность определенную, что будет тот на запас знаний, который необходим, и найти другие пути, кроме моего, собственно, показа этого. То есть как проводить эти исследования, как провоцировать детские вопросы? Здесь вообще, как бы, на самом деле, тоже должна быть определенный навык у педагогов. Да, конечно, конечно. Конечно, конечно. И здесь, на самом деле, тоже очень важно понять, что педагог, он не статист в классе, да. Он как раз, он и является тем человеком, который зажигает этот класс, который сначала дает энергию. И если вот, например, есть такой опыт интересной работы, когда дети шести лет приходят в класс, педагог вместе с ними делает исследования, которые они хотят. Они говорят, о, какая интересная тема, я хочу исследовать. И педагог вместе с ними начинает работать, показывать, как это делать, где взять книжку, где взять информацию, как расположить информацию. И это, на самом деле, тот инструмент, который мы ему, ребенку, передаем. Но, опять же, нам должно тоже быть интересно то исследование, потому что, если сказать ребенку, вот тебе, пожалуйста, инструмент, опять же, ничего не получится, потому что здесь как раз и есть именно вот та энергия, да, вот без которой ничего не получится. И даже вот у нас есть там исследование, которое мы проводили по поводу самоорганизации. И вот, кстати, может быть, на сегодня весне, сейчас рекламу сделаю себе, он будет говорить о самоорганизации. Вот здесь именно очень важно, да, вот если сравнивать как системы, да, открытые системы, что необходимо для того, чтобы самоорганизация появилась? Энергия. Без вовлечения энергии извне самоорганизация не происходит. Она вот как бы происходит вот эти вот много-много разных элементов, которые не упорядочиваются. И для того, чтобы эти элементы упорядочились, нужна энергия. И вы правильно говорите, что вот это отдельный навык, да, как эту энергию дать, как зажечь. Это действительно, но это, опять же, как подготовленные, обученные взрослые, да, мне кажется, здесь как раз ответ, вот, обучайтесь, изменяйтесь, меняйтесь, да. Саша, ну мало этого. Вот Лена, в самом начале, Лена, и прям закольцовывается тема, да, ты спрашивала, как понять, что трансформация личностная учителя произошла, да. То есть, по сути, да, горящие глаза, да, человек, которому интересно жить, которому интересно все, что происходит вокруг. И он понимает, что не все известно. Даже ту море информации, которая у нас обрушивается, внутри него масса вещей, которые противоречат друг другу, которые интересны, которые здесь так, а здесь так, и нужно. А здесь вообще непонятно, откуда это взято. И научиться размышлять над этим, да, научиться и вопросы задавать, и интересоваться. И вот ты говорил, что исследовательская деятельность у детей появится тогда, когда они поели, да, то есть это вот та самая пирамида, да, внизу базовые потребности, а наверху потребность стагмонактуализации. Так вот, подготовленный учитель, на мой взгляд, Монтессори, это в первую очередь тот, у которого вот этого верхушечка, потребность в познании мира, в актуализации, реализации самого себя и, соответственно, поддержки других, то и космическая задача, когда она актуальна. А для этого предыдущие уровни они должны быть. Учитель должен быть сыт, он должен быть спокойен за свою безопасность, да, он должен быть уверен, что его любят и принимают, точно так же, как мы это делаем с детьми, да, то есть учителю тоже это все необходимо. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Полностью с вами согласен. Спасибо. Сашенька, есть вопрос у нас в чате. Давайте. Ребенке 7 лет, значит, он ходил в детский сад до 6 лет, и вот Акмарал спрашивает, возможно ли создать дома среду, чтобы вызвать спонтанную деятельность? По течению Монтессори до 6 лет ребенок пошел в обычную общеобразовательную школу. Понял, очень хороший вопрос на самом деле, спасибо. Но вы знаете, опять же, для того, чтобы понять, можно ли создать среду для ребенка дома, надо понимать характеристики, надо понимать человеческие тенденции. И здесь, на самом деле, возрастная характеристика ребенка – это групповая работа. Что бы мы с вами ни делали дома, да, чего бы мы ни старались достичь, если мы не будем учитывать характеристики возраста, ничего не получится. Потому что здесь есть групповая работа, так называемый инстинкт следования за другими, есть следование героям. Если это все дать возможность ребенку дома – хорошо, но это должен быть такой дом, знаете, как старобрядцев, да, где большое количество детей разного возраста. И если вы можете это обеспечить ребенку, то, конечно, да, можно создать и подготовленную среду. Но в иных случаях, если это семейная какая-то среда, скорее всего, мы будем говорить просто о, ну, не знаю, мне кажется, чрезмерном каком-то, не то что контроле, а, ну, как бы, закукливании ребенка, да, вот мы тебе создаем все максимальные условия для того, чтобы ты развивался, почему ты не развиваешься, мы ожидаем от тебя развития. И здесь, опять же, получится, обратно, может получиться, я не говорю, что 100% получится, но может получиться обратный эффект, что никакой самостоятельности не будет, ни исследования не будет, ничего не будет. Вот, нужно учитывать всегда характеристики возраста и смотреть на потребности. Мне кажется, здесь та же самая история, да, то есть, да, дома не создашь среду предметную, из материалов там или еще что-то, но от родителей в первую очередь требуется быть вот теми зажигающими взрослыми, чтобы они поддерживали интерес к жизни и вопросы, да, вот, будут у родителей вопросы про жизнь, значит, и у ребенка будет мотессори среда, в кавычках. Да, совершенно верно, да. Вот, на самом деле, помните, я говорил в своем выступлении о том, что задача нашей подготовленной среды, чтобы ребенок вышел за ее пределы, вот, и если родители помогают ребенку выходить за ее пределы, гой на ауты там или еще что-нибудь, то, да, значит, вы создали ту среду, которая ему нужна впитать культуру и выйти за пределы внутренней среды. Это вот задача. И в этом отношении, конечно, да, в семье можно создать не то, что среду, да, а атмосферу для самостоятельных исследований. Саша, раз ты уже сказал про go and out, минутка, да, информации, я хочу поделиться, что мы с Александром Блистательным, Александром Мадейкиным, которого мы очень любим, мы готовим как раз встречу для вас, коллеги, именно вот по вот этой теме go and out. Саша, а у меня вопрос, она будет в марте, в начале марта, следите за нашей информацией, и я думаю, что вот сейчас админ сейчас даст наш анонс, где всегда появляется самая свежая информация о наших событиях. Саша, как быть с той проблемой, что родители не всегда являются героями, а иногда даже торгаются как, ну, как лидеры, как герои? Вот как с этим быть? Очень хорошо. На самом деле, в принципе, мы понимаем, что возраст 6-12 – это первый шаг из семьи, да, что ребенок опять же выходит за пределы той скиды, к которой он привык жить. И очень часто для ребенка авторитетом становится уже педагог, а не родители. И это, в принципе, нормальный путь взросления, да, нужно в какой-то момент понять, что дети, они не наши дети, они свои, и что нужно постепенно-постепенно отпускать детей и давать возможность им быть самостоятельными. Поэтому, в принципе, то, что родители перестают быть теми героями, за которыми ребенок готов был идти, это, ну, нормальный процесс, да. Но вот то, что как раз говорила Надежда Николаевна, да, что если родители дают вот эту энергию, если они поддерживают исследование у ребенка и вместе с ним опять же исследуют, то они никогда не перестанут быть для него героями. Здесь вопрос к самим родителям, да. Вот насколько вы горите, насколько вы вот готовы зажигать ребенка. И если вы такие, то, конечно, ребенок будет всегда видеть вас герой, за которым бы он хотел следовать. Еще вопрос. Какие книги, энциклопедии, Саша, вы можете рекомендовать? Может быть, печатные издания, серии, какие-то энциклопедические линейки, что можешь порекомендовать? Ну, мне очень сложно сейчас сказать, потому что я не сильно ориентируюсь в каких-то выходных, печатных данных каждой энциклопедии, которая у нас есть. Но я думаю, что мы можем договориться с Надеждой Николаевной и, может быть, выложить какую-нибудь подборку рекомендуемой литературы. Вот, мне кажется, это будет интересно, потому что сейчас мне очень сложно сказать, что же у нас за энциклопедия. У нас классные книжки есть, но я не скажу вам даже название, потому что это очень сложно прям как-то на скидку. Да, на самом деле, очень многие действующие педагоги обмениваются этими вещами, да, и да, есть смысл создать какой-то общий хороший список аннотированный, да, где и как мы используем эти книги. Да, спасибо. Такую библиотеку, да? Да. О, я бы сказал, библиотеку свободного исследователя. Вау! Саша, великолепно! Супер! Да, облицательно звучит. Ну, спасибо огромное в нашей студии Александр Мадейкин, педагог АМИ-612, гид Мотосори-школы Симметриотека. Спасибо, Саша, мы ждем вас на новых встречах, которые организует и Международный институт Мотосори-педагогики, и образовательный проект «Секрет детства». Спасибо вам огромное, и до новых встреч. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, наш эфир продолжается, и все-таки сегодня у нас замечательное событие, и не просто конференция, а юбилейная конференция. Мы долго бились в презентации, но хотя бы в таком варианте, Надежда Николаевна, дорогая, от нас, от нашего проекта, от себя лично, мы хотим тоже вот этот вот благоухающий букет подарить вашему блистательному коллективу, лично вам, за то, что вы делаете такую большую, такую многотрудную, такую важную, такую нужную работу для всех нас, работу вот по личностному росту, фактически, людей, которые приобщаются к детству. И спасибо вам огромное вот за это, просто огромное человеческое спасибо. Наша конференция подходит к концу, и я очень прошу Надежду Николаевну еще несколько слов рассказать, что впереди, какие у вас события, что будет в ближайшее время, потому что, конечно, мы всегда следим, мы очень рады сотрудничать, мы всегда в курсе, что происходит, но будем рады узнать из первых рук, что будет в самое ближайшее время. Лен, во-первых, спасибо, да, за то, что «Секрет детства» провел эту конференцию такую, да, и наши спикеры, наши лекторы нашего института сотрудничали, у нас их достаточно много, часть из них выступили на этой конференции, это было здорово, поэтому спасибо всем, кто участвовал здесь, этот букет для всех вас. Ну, а то, что будет, у нас действительно впереди достаточно много, я говорила, что в этом году мы запускаем несколько новых курсов, я уж не говорю про то, то, что идут те, которые были, но вот Саша говорил про исследовательскую деятельность, и на самом деле МИМП готовит такой курс, повышенный как бы курс для педагогов 6-12, ну, скажем так, курс переподготовки для тех, кто уже получил антезиориализование, уже работает в этом возрасте, то есть то, что накопилось, те вопросы, которые накопились, да, и по современным детям, и вот по этой самой спонтанной работе исследовательской деятельности, на самом деле он очень важен. У нас готовится курс, который пока условно называется «Методист Монтессори-площадки», то есть для тех, кто хочет помогать, сопровождать начинающих Монтессори-педагогов. Вот та самая история, чтобы педагог получил все базовые потребности, чтобы он был сыт, облюблен, уважаем, да, чтобы ему могла развиваться его собственная творческая деятельность, и чтобы создавалась таксиная разновозрастная, разноуровневая группа для педагога. Есть старшие, есть начинающие, и есть кому поддерживать. То есть человек поддерживающий, вообще он требует определенных тоже навыков, определенных знаний, и вот такой курс мы планируем. Больше того, мы планируем, что часть этих выпускников этого курса продолжит учеба и станет тоже лектором нашего института, будут у нас в последующем работать. Готовится, вот с первого марта уже начинается, он не готовится, он уже готов, курс по особенным детям, да, то есть каждый ребенок особенный. Мы готовим, вообще говоря, курсы, вот такие же переподготовки для тех, кто уже давно работает, и по 3.6, и по 0.3, пока не могу точно сказать даты, когда они будут, но они точно у нас в этом году выйдут. Курс для родителей, который мы планируем ближе к сентябрю запустить, да, вот захватывая разные возраста, и он тоже будет построен модульным образом. Олеся, ничего не пропустила? Нет, расскажи, Надежда Николаевна, расскажи про события юбилейные, которые 27 февраля, уже час, секс, это уже, ну, прям вот дата, да, да, да. Вот про юбилейные события еще два слова. Ага. Олеся, про кокошники скажешь? Ну, давай я начну. Значит, мы планировали наш юбилей провести следующим образом, да. То есть, во-первых, это будет, ну, еще какие-то события в соцсетях у нас сейчас пройдут, там, типа, не знаю, викторина опросов или еще что-то, кто чего знает про МИМП, да, у нас много, на самом деле, фактов оказалось, накопилось, которые, которые можно делиться и интересоваться, да. Дальше у нас будет что-то типа педагогического образовательного квеста, да, когда, опираясь на знания МИТСОРИ метода, нужно будет порешать какие-то задачки, это будет онлайн в течение, там, какого-то времени. Ну, а итогом всего этого вот ближайшего, да, процесса, то есть, собственно, осталось 10 дней до десятилетия, вот, прям совсем юбилейно. Итогом, 26 февраля накануне мы в субботу решили это сделать в 11 часов дня по московскому времени. Мы ждем в онлайн всех тех, кто хочет с нами этот день провести, и всех наших педагогов, выпускников, и просто тех, кто кому-то интересно, да, кому-то любопытно. И это будет, ну, тоже такое образовательное, образовательно-развлекательное событие, я бы так сказала. Олесь, годится такой формирователь? Годится. Мы не будем рассылать всех из... Немножко хулиганское. Хулиганское немножко, да. Вот, поэтому приглашаем всех, информация еще будет и в соцсетях наших, на рассылке, и на сайте. Вот, ну, ориентируйтесь, 11 часов дня в субботу, 26 февраля. Ждем всех желающих. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы очень рады встрече. Наша конференция, как-то не печально, она подходит к концу, но я вижу в чате слава благодарности. Нам очень приятно было видеть наших коллег Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Украина, Россия от Калининграда до Хантамасийска. Надежда Николаевна, и это объединяющая сила, которую вы, в том числе, тоже несете, ваше институт, ваше детище. Поэтому от всей души вас поздравляем. Мы желаем вам роста, мы желаем вам процветания, новых-новых, замечательных событий и свершений. Друзья, и я надеюсь, что вот подобные встречи, если они вам понравились, напишите, пожалуйста, в чате, как у вас впечатления, то мы готовы делать для вас снова, снова и снова. Потому что, в принципе, как вы знаете, сейчас я, что касается секрета детства, то у нас нет секретов от вас, и мы всегда очень рады работать, сотрудничать, дружить наших замечательных коллег, которые несут всегда доброе, умное и вечное. И в среду них это же, конечно же, Международный институт Монтессори педагогики. Надежда Николаевна, ваше заключительное слово, чтобы мы уже получили нашу прекрасную международную конференцию. Я не знаю, я только поблагодарить всех участников, и наших спикеров, и секрет детства, который собрал эту площадку интересную, и тех, кто слушал и задавал вопросы, самое главное. Я вообще очень люблю, когда задают вопросы, это очень важный показатель того, что и мы попали в точку, и вам интересно, и все это было не зря. Вопросы были, значит, не зря, значит, мы движемся, значит, мы растем, будем расти вместе, ну, не знаю, ближайшая встреча 26 февраля, и, конечно же, на Монтессоре весне. Обязательно всех ждем. Спасибо, дорогие, друзья, мы очень рады встрече, запись, конечно же, будет, она придет вам в рассылку, первый день эфира уже выложен на YouTube, он в открытом доступе, второй день тоже сейчас будет подготовлен, тоже будет на YouTube, все будет вам в доступе, пожалуйста, пишите, обращайтесь к нам, добавляйтесь в наши группы, давайте делать все возможное, чтобы метод Монтессори рос и развивался. Спасибо вам за это время, за то, что вы были с нами, с вами был образовательный проект «Секрет детства» в содружестве, в сообществе с замечательным Международным институтом Монтессори-педагогики. Спасибо вам за эти минуты, за эти часы, за эти два замечательных дня, и до новых встреч!